Хорошо, все, я тогда начну. Ну, я буду рассказывать, меня будет перебивать. Арсений, можно я назначу тебя главным по перебиванию? То есть, если будут какие-то вопросы, то, наверное, будет удобней, пожалуйста, то удобнее писать их в чат, а я его смотреть не буду, его будет смотреть Арсений и перебивать меня. Ссылку на чат. Вот, и читать там чат. Хорошо? Это чтобы ты не засыпал. Да? Озадачила. Ну, все, поехали. Ну, вот Саша уже сказал, что я буду рассказывать про топологический анализ данных. Я сама не тополог, поэтому, вот, я сама. Я работаю в Пулковской обсерватории давно-давно, но я вообще не астроном, и звезды красивые, конечно, но я про них ничего не знаю. Вот, и еще на факультете свободных искусств и наук в УСВБГУ на программе компьютерной науки и искусственный интеллект. Там тоже очень красиво. Вот, и я там чего-то кому-то учу. Вот, а про топологию и математику. Я не тополог и не математик, поэтому если вы, я знаю, что здесь есть топологи и математики, но если вы заметите всякие неточности, то это не то, за что меня надо ловить. Вот, а я училась на физфаке, но физику уже забыла. Потом на Европейском университете на экономфаке. Хотела заработать денег, так не научилась. Вот, очень люблю байсовские методы и network analysis, поэтому вот здесь и примкнула к этому клубу. Вот, ну и всю оставшуюся жизнь. Я вот здесь в обсерватории под крылом Макаренко Николая Григорьевича. Он как раз и математик, и геометр, и тополог, и астроном. И, в общем, пытается меня чему-то научить. Вот, с машинным обучением, ну вот, учу его как-то сама вместе с ОДС. Они молодцы ребята, они делают классные курсы, и мрекурсы, и перекурсы, и я их проходила. Очень мне понравились, много оттуда для себя выучила. А то, о чем будет доклад теперь? А доклад будет про... Сначала я расскажу все-таки основные определения, потому что без них никак. Там будут во всех статьях есть какие-то слова. И вот я попытаюсь рассказать интуицию за ними без деталей. А потом я расскажу про какие-то примеры, которые мне кажутся интересными, про то, что мы делали сами. Ну и что можно посмотреть дальше, и куда пойти дополнительно. Ну вот, давайте издалека. Если мы будем говорить про науку и зачем вообще, какая у нее задача. Ну вот мы хотим, что такое понять? Ну вот понять, и задача любой науки — это разделение сущностей на класс и присвоение им наименований. То есть понять — значит назвать. И теперь как мы будем делить на класс и понимать? Ну вот нам нужны какие-то критерии, какие-то правила распознавания. Они могут быть довольно изощренные. Борхес преуспел в них, в этих наименованиях. Очень мне понравилось, как он предложил делить животных. И то есть нам нужно ввести какие-то, определить расстояния и понять, что такое близко или далеко. И это близко или далеко, оно может быть очень-очень по-разному определено. Мы все знаем, что такое близко и далеко про числа, все понимаем про векторные пространства. Кто-то понимает еще про функциональные пространства, про вероятностные пространства. Давайте теперь посмотрим, как понимать в топологии, что это такое. Ну вот что такое одинаково? Давайте будем говорить, что одинаково — это все то, что можно гомеоморфно отобразить друг в друга. То есть можно растягивать, сжимать, мять, нельзя рвать. И вот посмотрите, например, на этот бублик, который превращается в кружку и обратно. И с точки зрения топологии это все один и тот же объект. То есть гомеоморфно, как сказал забыла кто, это здоровый какой-то тополог, это здоровое неуважение к формам. То есть для нас квадрат, круг, треугольник — это все одно и то же в топологии. А в геометрии совсем не одно и то же. Ну и вот теперь, если нельзя рвать, а что получается, когда рвем? Ну вот получается дыра. И гомология — это дыры в разных размерностях. Связанные компоненты — это тоже дыра, просто нулевой размерности. А вот число этих дыр — это ранг гомологии. Ну вот здесь примеры объектов, которые различны с точки зрения гомологии. И как это может быть полезно? Например, если мы видим две губки, то они могут быть по весу одинаковыми. Ну допустим, что они по весу одинаковые. Мы можем их даже сделать на самом деле по форме одинаковыми. Но одна вот она такая пористая, а вторая она такая плотная. И вот как раз топология поможет нам различить их, например. Теперь, как увидеть эту форму и считать эти дыры? То есть, ну вот мы сказали, что мы мнем, рвем, сжимаем. Машина это должна как-то посчитать. И в общем, она на самом деле не понимает, что это такое, и ей надо объяснить. А объяснить — это значит, нам нужна какая-то модель, с помощью которой будем разбирать данные. И разбирать их будем на простейшие. Вот эти простейшие называются симплексы. Ну и слово такое, оно прямо фактически простейшее. А объединение простейших с определенными правилами — это симплециальные комплексы. Ну и вот самое простейшее, что можно придумать из геометрии — это точка, куда проще, отрезок, треугольник. Ну и дальше мы можем уходить в пространство более высокой размерности. И вот тогда такой вот журавль, он у нас станет такой вот симплециальной журавлью. Теперь что будем считать? Вот в симплециальном комплексе, который у нас состоит из точек, отрезок треугольничков, который вот так вот образован, мы можем считать вот эти вот как раз связанные компоненты и дыры. То есть дыры нулевой размерности, дыры первой размерности, дыры второй размерности. У меня вот здесь вот на картинке примеры того, как они посчитаны. И здесь есть ошибка. Где эта ошибка? Вот смотрите, здесь вот у нас, например, есть две связанные компоненты. И мы в рядок пишем первую размерность, вторую размерность и третью размерность. Вот здесь вот у нас две компоненты, циферка 2 на первом месте. Вот здесь вот у нас треугольничек один связанный, один. Ну и дальше. И где я вас обманула? А вот эти три цифры еще разок объясни, то есть три числа. Первое — это количество компонент в связанности. Да-да-да. Первое — количество компонент. Второе — количество дыр в размерности один. То есть таких одномерных дыр или циклов. А второе — это количество двумерных дыр. То есть это уже у нас будут войды. Это как будто бы в яблоке прошелся червяк, и вот там получился такой туннель. Это мы считаем число туннелей. А что такое дыра в этих терминах? Дыра? Да. Ну вот смотри, вот здесь вот незакрашенная штука — это дыра. Понятно. Это дыра. Ты берешь, протыкаешь пленку, и у тебя получилась дыра. Ну это понятно. Я просто... Вот, смотри. А вот тут вот, если представить себе вот эту вот, как называется фигура, которая на четырех вершинах, опуская внутрь. Цилиндр. Нет, не цилиндр. Ну вот, в общем, это. И там, если внутри... Пороют какой-то. Ну вот какой-то. Внутри пусто. И вот это получается, что тоже дыра, только она двумерная. А ты можешь представить, что вот в яблоке зародился какой-то там червяк, и он начал изнутри есть. Вот это вот будет двумерная дыра. Я как человек, который яблоко целиком съедает, то я это очень хорошо могу представить. Да, вот. Ну хорошо. Вот. Да где ошибка у меня? Так, а первая цифра это... Первая цифра это количество связанных компонентов. Это все то, что мы можем сжать в почву. Трое дыр, а третья? А третья двумерная дыра. Подожди, я что-то ничего не понимаю. А все не... Прекрасно. В первой штуке, если ты добавишь отрезок между самой левой точечкой и самой центральной, у тебя что, первая цифра превратится в ноль? Вот здесь вот? Да. Буквя, она превратится не в ноль, она превратится в один. А, окей. Потому что у тебя по-прежнему не хватает одного ребра. Да. Нет, потому что я... Потому что у меня будет как бы два отрезка соединенных. Это то же самое с точки зрения топологии, что вообще один отрезок. Одна связанная компонентка. Где мы считаем... Если у тебя нет отрезка, это дыра в какой-то... Если одной из ребер отсутствует, это считается дырой в какой-то размерности? Нет. У тебя дыра... У тебя должна быть замкнутая какая-то штука. Ее должны ограничивать... Ее должно что-то ограничивать. Ну, по всей видимости... У тебя дыра в рубашке будет не дырой, если ты разрежешь по одному краю, это будет уже просто такая вот неровная рыбашка. Нет, подожди. Дыра в рубашке – это двумерная дыра. А как выглядит одномерная дыра? Одномерная дыра. Нет, подожди, подожди, Арсений. Двумерная дыра в рубашке – это рукав у тебя. Вот ты в рукав просовываешь? Да, рукав – это двумерная дыра в рубашке. Двумерная дыра, да? Двумерные дыры мы не можем в рубашке представить, но двумерную можем. А вот если ты проверишь... Двумерная дыра в рубашке всегда есть. Мы там сидим в ней. Вот. Нет, это двумерная дыра. а ты — это двумерная дыра в рубашке. Ну да, правильно. Я захожу в рубашку через двумерную дыру, но сижу в трехмерной, не путайте меня. Нет, нет. Это просто терминология, похоже. Ну, то есть это просто вопрос терминологии. Если бы рубашка была заполнена цементом, то у нее не было бы трехмерной дыры. Если исходить из вот этой картинки... Ладно, смотрите, давайте. Я пока что не понял картинку А. Почему в картинке А нету А? Потому что я так нарисовала. У тебя может быть такое, что лежит точка, а рядом лежит отрезок. Почему там нету... Почему вторая цифра — ноль? Вот я как раз хотел, что там единица должна быть. Нет, потому что... Потому что единица — это дыра, и она должна быть ограничена отрезочками. Вот в букве С, вот то, что беленькая, — это как раз дыра. Она ограничена одномерными этими симплексами, ну, отрезочками. Вот, а чтобы была двумерная дыра, надо, чтобы она была ограничена двумерными симплексами, то есть треугольничками. Меня немножко смущает, что вот у нас есть три цифры, и сейчас определение первой цифры, определение всех остальных, они существенно отличаются. Потому что первые мы почему-то считаем компоненты, а потом мы начинаем считать дыры. Подожди, нет, мы говорим, что... Это специально так? Или есть какое-то определение, которое... Мы говорим, что... Нет, подожди, ну там... Это же математики. Мы говорим, что компоненты — это нольмерная дыра. Но вообще для нормальных людей это вот связанные компоненты. Вот мы берем, и все то, что мы можем, стянуть. Вот если мы говорим в топологии, можем тянуть все, что угодно. И вот мы можем стянуть в точку. Это у нас одна компонента. Мы отрезок можем стянуть в точку? Да. Ну, берешь его, хоп, и в точку. И вот у тебя получилась одна компонента. Ну, точка и есть точка. И вот получается, что здесь их две под буквой А. Под буквой Б у тебя отрезок. Это двумер... Это этот самый... Это двумер... Ну, вообще треугольничек — это вот твой простейший двумерный симплекс. Но ты его все равно можешь стянуть в точку. И это всего одна компонента. И никаких дыр тут нет. А вот в С... Ну, а дальше я где-то вас обманула. Да, Ирина, буквально... Да, в С. Да, в С похоже, что там вместо двойки единиц должно быть. Но скажи сначала, а желтое вот это вот, это то есть... Ну, это значит, что поверхность, пленочка есть еще. Пленочка есть, а где белая, там нет. Да, да. А вот тут... А вот в объеме я не умею рисовать пустоту, поэтому там вот надо представить, что там может быть внутри и пусто, а может быть натянута пленочка. Ну, понятно. То есть это картинка D, это просто отображение на плоскость. Да, да. А на самом деле эти линии могут и не пересекаться, отрезки, понятно, что они могут как-то по-своему проходить. И там, конечно, дырка может быть где-то. Да, да. Спасибо. Вот. А еще можно... Это у нас симплициальный комплекс. А еще есть такие CV-комплексы, клеточные. Это они такое обобщение над этими, над треугольничками. Мы говорим, что будем... У нас базовая единица — это клеточки. И вот тогда можно... Бублик... Мне очень нравится, как бублик разбирают на клеточке, вот чтобы по нему посчитать что-то. И делают такую штуку. Берут бублик и делают разрез вот по этой тонкой стороне, прям по баранке. Кусают ее. И вот когда мы делаем разрез, у нас получается такой кружочек. Но кружочек — это никакая не клеточка и не простейшая. Вот чтобы она стала простейшей, ее надо еще разобрать на них. И если мы возьмем из кружочка, вынем точечку, отдельно ее выложим, а дальше у нас останется такой отрезочек. Причем тут важны вот такие пустые штучки. Это значит, что он... Мы тут помним про него, что он замыкается в эту точечку. И у нас получается, что вот есть один элемент. Это вот это вот... Это колечко, которое состоит из точечки и отрезочка. А есть еще второй элемент — цилиндр, который мы тоже, на самом деле, еще не умеем разбирать. И его тоже надо представить в виде простейших. Мы тогда его берем, снова расстригаем и разворачиваем. И у нас получается отрезочек и пленочка. Вот. И тогда можно тоже посчитать все эти... Можно посчитать все вот эти вот простейшие. У нас будет точка, два отрезочка и пленочка. И у него будет один-два-один. А у меня вопрос. Это третья единица, я так понимаю, что это... Пленочка вот эта синенькая. Подожди, подожди. Как стоп? Пленка, пленка. Это же дыра трехмерная, да? То есть это тоже в структуре находится. Да, это дыра. Просто вот эта пленка, она как бы ограничивает вот эту вот дыру. Я понял. То есть она закручивается вокруг вот этой вот полости внутри этого тора, находящейся. Ну, понятно. Да, вот такая штука. Вот, ну, теперь... Почему все-таки два? А зачем что-то вынимать откуда-то? Ну, смотри, наша задача, мы же хотим понять и назвать. Вот, и поэтому нам надо уметь разбирать объекты на простейшие, самыми разными способами. Вот у тебя есть какие-то данные, там, многообразие, точки, я не знаю, картинки. И ты хочешь их научиться каким-то образом разбирать. Вот, и я говорю, давайте... Это окей, но вот есть круг, в смысле кольцо, в смысле окружность. Зачем его разбирать? И так ты и так про него все понимаешь? Нет-нет-нет, вот я хочу окружность разрезать где-то в каком-то месте. Зачем оттуда вынимать точку, чтобы разрезать? Нельзя просто рассоединить. Нет, подожди, ты говоришь, что у меня есть базовые блоки, мой дом состоит из кирпичей. А, все, понял. Окружность состоит из кучи точек. Ну, тут не куча точек, а окружность состоит из точки. И вот следующий уровень — это отрезок, и потом пленочка. Ну, понятно. В этой терминологии просто есть точка и отрезок. И окружность, она в этой терминологии может состоять из точки и отрезка, которая, ну, выходит из точки и приходит в эту же точку, да. Да. Вот, а теперь, если мы хотим VML, да, то у нас есть какие-то данные, и нам надо, и чтобы использовать весь этот топологический анализ, надо уметь строить вот такие вот комплексы. Не полноценности, а вообще такие геометрические. Вот, и разными способами их можно строить. Есть такой комплекс Чеха. Его зовут Чех, и он из Чехии. В смысле того, кто придумал это. Вот, а он предлагает делать так. Допустим, у нас есть, мы сейчас будем работать с данными, которые представлены в виде облак точек. Я буду еще говорить, откуда берутся всякие эти облака точек. Их можно по-разному понимать, откуда они берутся. Но давайте теперь думать, что вообще, как можно построить этот комплекс. Он говорит, давайте, у нас есть точки вот эти, будем окружать их шариками радиуса какого-то, и объединять, склеивать шарики вместе в том случае, если они все пересекутся друг с другом, то есть каждый с каждым, и соединять их, объединять в симплексы. Понятно это? То есть мы раздуваем, как только они у нас соединились, рисуем, два шарика соединились, рисуем у них отрезок. Если у нас три шарика, все пересеклись, не только попарно пересеклись, но и три вместе пересеклись, то объединяем их в треугольничек. И у нас получается вот такой вот комплекс Чеха. Вот, ну, мне кажется, должно быть понятно. А теперь Vitoris и Rips… Это зависит, Ирин, от размера шаров, да? Да, да, я про это еще буду говорить, да. Но тут мы фиксируем какой-то размер шаров, и у фиксированного размера шара у нас получается свой комплекс. Вот, а Vitoris и Rips, они придумали, точнее, Rips предложил Vitoris объединять не как к Чеху, потому что шарами работать сложно, это сложно реализовывать. Он говорит, давайте вместо шара возьмем линейку и будем линейкой соединять. И вот если у нас попарно все расстояния, есть связи, то будем их объединять в симплексы. Ой, в этот сам, в симплексы какой-то размерности. И вот здесь разница в том, что для него достаточно того, чтобы были попарные соединения. И вот здесь вот эта картинка из Криста. Крист очень красиво рисует, у него есть классные еще курсы по математике, где он очень много анимаций всякой показывает. Я вообще его большая фанатка. Вот здесь на этих черных кружочках я хотела показать разницу. Вот с точки зрения Чеха вот здесь вот будет дырка, и это не будет объединяться ни в какой, в четыре симплексы. А у Виториса РИПСа мы должны все это объединить вместе и закрасить. Вот. И вообще РИПС на облаках точек – это самое реализуемое, самое популярное. В общем, если фактически во всех пакетах, которые я видела, реализуется как раз РИПС, потому что его считать проще. А вот значит линейкой. Я уже не понял, вот насчет линейки, что там? Ну, когда… Я не понял, почему считать проще. Ну, потому что проще это реализовывать, проще посчитать, проверить наличие попарных, то, что ты дошел до каждого. Ну, линейкой мы берем линейку определенный размер. То есть просто проще в смысле из теории сложности более, меньше вычислений? Видимо, реализовывать проще. Нужно вычислить расстояние между точками, и если попарные расстояния все меньше какого-то, то соединить их все в… Я понял. Видимо, в первой модели учитывается… Вот тут вот разница будет в такой конфигурации. У нас есть все попарные связи, мы все их должны объединить в одну структуру. Но у Чеха, у нас вот здесь вот есть дырка у шарика, поэтому они не объединяются. Здесь будет домик и вот сверху треугольник. А у РИПСа будет такой закрашенный квадратик. Короче, в первой модели надо считать объединение вот этих вот плоскостей, да, сфероидов. А это значит, что нужно все точки на этих сферах посчитать, что, естественно, затратно. А во второй мы просто абсолютное расстояние считаем между точками. И это дешевле, да? Это нам значительно достаточно. Это вроде звучит верно, да? Но, Ирина, вот там эта дырка, которую ты говоришь, которая по первому чуваку, как его там звали? Чех. Чех, да, извини. Вот, по Чеху. Это же от Эпсилона здесь? То есть если Эпсилон буквально... Подожди, про Эпсилон дальше буду говорить. Но этот пример, то есть я имею в виду... От Эпсилона, конечно, все зависит. По-моему, Эпсилон фиксирован был, вот Ирина сказала. Да, пока у нас Эпсилон какой-то фиксирован, у нас откуда-то он и есть. Окей, окей. Вот, альфа-комплекс, его всячески продвигает такой Герберт Эдрисбрунер, он вообще столб в вычислительной топологии, и работал с молекулами, где у них там всякие площади, им надо считать было, и много геометрических вещей, а непонятно, как их считать. И он тогда говорит, давайте мы положим их всех на плоскость, и он использовал триангуляцию Делане, триангулируем сначала плоскость, выделим каждую молекулу, а потом будем рассматривать сферу и тоже с меняющимся радиусом, и точно так же соединять блоки, как только попадают какие-то точки вместе. И вот он назвал это альфа-формами, здесь тоже будет все зависеть от радиуса, и он предлагает считать альфа-комплексы. Они, в общем, тоже достаточно близки и с точки зрения интуиции, ну, и вычислительно РИПСу и Чеху, но другие немножко. И вот еще я буду говорить, есть группа, которая занимается компьютерным зрением, они используют альфа-комплексы в своих работах. Вот. Могла Сумбурно рассказать, но у него есть хороший обзор, где он рассказывает и историю, и правила разбиения, и зачем это надо, можно почитать. Вот. А есть такой комплекс Морса-Смейла, который определен на многообразиях и завязан на теории Морса, и вот смотрит на все это, выделяет тоже задачу разделить на клетки, но только с точки зрения критических точек. И вот мы сидим, допустим, в каком-то минимуме и смотрим на максимумы вокруг и соединяем их через сетла. И вот клетка, которая получилась, у нас такая получается клетка Морса-Смейла. Она объясняет структуру многообразия, вообще очень полезная. Я попытаюсь показать приложение в конце. Вот. Это такой, вот как раз с заходом с теорией Морса, разбиение на клетке. Вот. А с картинками очень много картинок. Что же делать с ними? Там нет никаких треугольников. Вот. Зато есть квадратики и пиксели, и воксели. Но они говорят, тогда давайте будем использовать кубический комплекс и будем покрывать все такими маленькими квадратиками и точно так же считать там внутри дырки и связанные компоненты. И для картинок используют такие вот кубические комплексы. Здесь в качестве порога, вот если, смотрите, у нас здесь такая только черно-белая получается картинка, и мы можем только на ней посчитать. Вот. Ну, можем назначить, что у нас будет дырками, что связанными компонентами. Вот здесь у нас вообще нет ни одной дырки. Вот. Если бы они в нее объединились, то можно было бы это увидеть. Вот. Теперь вопрос, который звучал про эпсилон, альфа, вот здесь вот черно-белое изображение. У нас есть параметр, и как его выбирать? Ну, выход такой, давайте никак не будем выбирать. Пойдем перебором от маленького к большому и будем смотреть, что будет посчитать вот все эти гомологии на каждом этапе. И будем смотреть, когда кто появился еще, запоминать, и когда кто исчез. И вот это называется персистентными гомологиями. Чудесная картинка снова из Кристо, которая вот показывает, как у нас меняется устройство комплекса, когда мы раздуваем вот этот вот шарик. Ну, вот здесь вот комплекс Виториса Рипса построен с увеличивающимся радиусом, и на каждом этапе в виде баркодов он рисует, что же получается. Вот смотреть ее так надо, первый, второй снизу, потом пошли в третий, в общем, зигзагом. И мы запоминаем, сколько у нас компонент, когда появились какие дыры и какой размерности. И вот H0 — это у нас связанные компоненты. Мы стартуем, и сначала у нас есть рассыпавшиеся точки. Постепенно они уничтожаются, когда у нас разрастается у нас радиус, и вот в конце остается одна большая связанная компонента. Вот потом появляются какие-то дырки, они быстро сливаются, появляется, видимо, здесь какой-то войд, но его на картинках не видно, это в объемах надо смотреть. Ну, вот такая вот структура получается, которая называется баркоды. Понятно? Войдами ты называешь второй размерности дырки, да? Рука форсения. Ага, спасибо. Ветонированный. Не ветонированный, да. Понятно? Да, да, понятно. Спасибо, поэтому забьютился. Вот. Ну, теперь как это можно еще рисовать? Можно рисовать это не в виде дырок, не в виде баркодов, а таких штук, как персистентные диаграммы. Это мы, это диаграмма, на которой отмечено отдельно рождение и смерть, вот так вот они, вот оперируют этими базовыми понятиями человеческими, но вот ничего не поделают, вот рождение и смерть. И отмечают момент появления компонента и момент исчезновения компонента. Вот здесь вот, если посмотреть на картинку, то видно, что у нас есть куча-куча точек, которые быстро, которые сразу появились и фактически сразу исчезли, потому что у нас такое облако, ну вот, такая окружность зашумленная. И есть всего одна дыра, которая вот уже долго-долго живет и умирает. Ну, тут нет дыры никакой, здесь есть вот одна компонента, которая умирает уже в самом конце. Вот. И вот такое представление называется диаграммой персистентности. И вот такие диаграммы, это и есть как раз выход этого топологического анализа, и с которыми потом еще что-то надо держать. Где там по оси Y на второй картинке? Где там, как понять, вот H1, это H2 или там H что-то? Там вот и по оси X это радиус, и по оси Y это радиус. Только по оси X это у нас, когда у нас есть персистентность, то у нас есть момент появления компонента. То есть вот у нас была точка, она живет, мы раздуваем вокруг нее радиус, и к ней кто-то прилип. Да, и вот у нас сначала вот та точка, которая прилипла, нам с ней тоже надо еще, ну, то есть там есть, они договорились, кто будет уничтожаться. Вот ее жизнь закончится, но зато будет продолжаться жизнь этого объединения. И вот здесь вот на графиках отмечены моменты вот этого, вот и там, и там это радиус, ну, то есть вот это вот расстояние. Момент, когда появились эти точки, они все появляются, ну, вот в нуле у нас есть большое количество точек. И потом они, когда раздуваются, все почти исчезают, и остается одна компонента. Ну, то есть здесь отложено и момент возникновения объекта, и момент... Да, 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 вот по Y, по X возникновению. То есть это на самом деле это точно такое же представление, как и барк-коды, но барк-коды должны... Только, да, только объединенные барк-коды, типа неудобно анализировать. И вот это другое представление того же самого. Вот. И вот еще, например... Размерность гомологии не видна там вот на этом? То есть какая гомология возникла, это не видно? Здесь они рисуют нулевую только. Это вот, это связанные компоненты. Вот. И для каждой размерности будет свой тогда график этой персистентности. Но вот здесь просто эти, типа, дырки не информативные, они рисуют только связанные компоненты. Вот здесь показано, как тогда у нас может быть устроен шарик. И вот мы видим, что у нас вот есть эти два, три этих, три кружка. Вот они все рассыпались. Так, ну тут надо ссылку смотреть, потому что не очень понятно, что происходит. То ли это просто сортировка такая для визуализации, то ли это... Нет, это он показывает, это он показывает, как мы для каждого этого облака точек можем построить свою диаграмму. И он показывает, как выглядит диаграмма для конкретного облака точек. То есть если у нас есть, например, сетка, где рассыпаны эти горошки, то диаграмма тоже будет фактически рассыпанная. Ну понятно. То есть мы на левом, короче, от идеального грида переходим к какой-то структуре. Да, 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 да. И он показывает разницу. Да, хороший обзор такой какого-то студента. Он сделал свою реализацию вот этих вот диаграмм и картинок и показал, как это будет выглядеть для данных, которые устроены по-разному. Вот. И обзор у него такой без математики. И у него есть еще вот как это очень понравилось для изображений тоже. Для изображений мы точно так же... Вот у нас было для черно-белой картинки, чтобы в градациях серого получить, мы можем тогда ее представить в виде такого ландшафта, где мы ходим по уровням серого. И тогда мы будем идти фильтрацией. Вот. И у нас вот здесь вот беленькие, допустим, это считаем, что дыры. Это называется sub-level filtration у них, фильтрация по уровням. И точно так же считать циклы, ну вот дыры и связанные компоненты, которые получаются внутри у него вот на этих картинках. И тоже будем получать... Самый левый график — это какая-то гистограмма? Нет, это уровни по цвету. То есть я так понимаю, что самые светлые, самые высокие, самые темные. Да-да-да. То есть мы режем и получаем на каждом уровне кубический комплекс. На нем считаем гомологии. Потом поднимаемся чуть-чуть повыше, снова получается этот кубический комплекс. Считаем гомологии. Но кроме того, что мы считаем гомологии, мы еще помним, когда они появились и когда они исчезли. И рисуем это все на видео, представляем это все в виде диаграммы персистентности. И опять у нас на выходе получается вот этот вот график с кучей горошков, с которыми непонятно, что делать. Вот. То есть весь пейплайн в этом самом стопологическом... Ну, не всегда такое, но в большинстве работ. Это у нас есть данные. Мы строим сверху комплексы. Эти комплексы... Из этих комплексов получаются диаграммы персистентности. Дальше вопросы, что с ними делать. Как думаете, что с ними делать? Как-то, наверное, да нету. Как можно забыть такое? Во-первых, такая диаграмма — это хороший фингерпринт твоей... Ну, это, конечно, эмбейдинги, по сути. Вот. Ну, вот. Ну, вот, например, можно на них просто смотреть. Вот. Вот. И есть классная работа про то, как изучаются вот эти наши мозг, какие-то артерии. Вот. И они сравнивают молодой и старый и говорят, что... И показывают, что вот пока мы молоды, там все длиннее и слезнее. Вот. А со временем структура меняется. И вот они как раз анализируют это с помощью диаграмм персистентности. Вот. Я не знаю, видите ли вы разницу здесь у... Вот прямо так глазом у 20-летнего и 72-летнего. Но вот у них там получается статистически значимый результат. И можете почитать потом статью, если неинтересно. Вот так вот предлагают они анализировать... Ну, то есть у более старого поменьше живут, поменьше эти... Да, они там все, да. У него... Как побыстрее дохнут вот эти смиры. Да, да, да. Короткоживущие остаются, и вообще все мы дегенерируем. Понятно. Вот. И это можно увидеть из диаграмм персистентности. И сделать выводы. У нас молодые и бодрые. Что они... То есть вот они как-то... Что на вход берется? То есть раньше ты объясняла, что есть. Ну, они... Вот это что? Вот они... Вот это исходные данные. Они на них построили симплексы и посчитали диаграммой персистентности. Ну, я так понимаю, что на вход... Просто это какой-то... Популярная система, скажем так. Ну, да. Ну, просто мы это как воспринимаем? Как вот просто такой набор точек? Ну, то есть если там вот идет такой как бы отрезочек, то мы его приближаем миллионам точек, что ли? Или как вот? Или это... Может, не важно? Я думаю, что это аппроксимированное. То есть вот там какой-то... Вот капиллярная система. Взяли там для аппроксимации какой-то порог, что считать точкой, а что, короче, пропускать. Потому что, ну, иначе... Она же непрерывная, правильно? Да, я понимаю, да? А нам точки нужны для этого дела. Скорее всего, это даже не аппроксимировано. Откуда могут взяться данные о сосудах мозга? Они же не заполняли настоящий мозг пластицином, правильно? И не растворяли. Они засунули людей в MRI-машины, поэтому у них есть боксили. Нет, подожди, это же не MRI. Ну а что? А точнее, я не знаю, что это. Ладно, ладно. Я думаю, что, скорее всего, это MRI. Ну, так или иначе, на входе у них, скорее всего, боксили. Поэтому действительно, как вот кто-то сказал, они, скорее всего, просто их потрешодили. И все боксили, которые похожи на хороший сосуд, у них остались. Соответственно, на входе у них действительно множество точек. И дальше они используют вот эту штуку как раз, чтобы склеивать их эффективно в трески и более того, во всякие другие трески. Я не настолько была погружена в этот, чтобы смотреть, как они делали. Ну, как-то, да. То есть, это все равно такое множество точек, просто вот оно так случайно оказалось. Ну, в смысле, потому что это сосуды, да? Они как бы выглядят как вот такие линии. Ну, и функция, видимо, какая-то есть, да, чтобы построить. Окей. А вот. А, ну, и все равно вопрос остается. Получаем мы такие множество точек. И что там, что еще, что с ним можно делать? Но вот на самом деле можно понять, что такое важное, что неважное, и выкинуть лишний. Вот здесь вот все, что находится рядом с диагональю, это значит то, что появилось в какой-то момент и быстро-быстро умерло. И если оно появилось и быстро-быстро умерло, вот здесь вот есть такой пример для анализа временных рядов. То есть, если у нас такое очень короткое колебание, и вот диаграмма персистентности, которая может из нее получиться, то короткоживущим колебаниям соответствует точка, которая ближе к диагонали. Ну, и можно считать, что она как такая менее важная, чем какое-то большое отклонение. На этом основана идея фильтрации. И вот тут тоже что-то меняется на самом деле. Вот есть из той же самой работы этого мальчика с визуализацией показано, как можно, например, фильтровать временные ряды. Это аналог. Причем здесь, в отличие, например, от фильтрации среднего, там всякие эвериджи с задержками, у нее не будет сдвига. И вот эта топологическая фильтрация, она такая достаточно популярная история. И вот он здесь показывает, какие именно точки он выкидывает, чтобы получить вот это вот, ну, такое сжатое представление, упрощенную картину. Вот. И у нас была работа с Ярославским университетом, где как раз с комплексами Морса и Смейла, где мы смотрели, разбирали многообразие на клетки и выкидывали вот не очень значительные особенности, маленькие. И оставляли только большие колебания. И вот, ну вот, это то, что получилось. Это Солнце, магнитограмма активной области. И это комплекс Морса и Смейла исходный, который был построен, а вот это упрощенная магнитограмма. Вопрос, зачем это делать? Ну вот мы хотели понять, что происходит со временем. Есть ли какие-то изменения перед всякими эруктивными событиями? Что-то поняли, что-то не очень. Но вот, по крайней мере, Ярослава научился упрощать. А что это на картинке вообще? Это погода? Нет, это не погода. Это магнитограмма активной области. То есть магнит, там солнышко, на Солнце есть активная область и фоновое поле, и это магнитное поле активной области. То есть мы считали, что это многообразие, там есть... У магнитного поля есть величина, и точно, и строили на них комплекс этого Морса и Смейла. И потом... А вот это упрощенное изображение. То есть конкретно в данном случае это снимок в диапазоне в каком-то определенном магнитном. Это восстановление. Но мы видим-то снимок, поэтому я и говорю, снимок, да. Да, да. Ну это карта магнитного поля. Да. Да. Вот. А чем еще... Где еще можно это топологическое упрощение? Ну вот, есть группа Виталия Карлина, которая занимается вот persistent-based скелетонизацией, и они ищут суперпиксели и делают сегментацию изображений, основанной на топологии. И у них вроде как здорово получается вот этот вот камерамен. Они показывают вот их сегментацию с суперпикселями. И здесь есть ссылочка на YouTube-видео, где он рассказывает про то, как они именно это делают, как они используют как раз у них там вот эти вот альфа-комплексы, и как они используют вот эту персистентность для того, чтобы выделять границы. И Виталий, я не знаю, пришел ли он сюда, он обещал заглянуть к нам. Ну, он не обещал, но сказал, что, может быть, заглянет. Пришел и невероятно классно подсказывает в чате всякие разные штуки. Да, а может быть, мы тогда дадим ему слово. Виталий. Виталий, слово. Всем привет. Всем привет. Я не очень понимаю, какая аудитория здесь находится, поскольку я первый раз на этом семинаре. А, Виталий, хочешь я... Привет. А хочешь я остановлю трансляцию? Если, может быть, ты хочешь что-нибудь показать. Я взяла... Я просто отскриншотила с видео, у меня даже презентации твоей не было, и показала тебя и вашу... и картинку, которая мне больше всего понравилась. Вот. Спасибо. Спасибо, Ира. Ага. Можешь продолжать, продолжать. А ты не хочешь ничего про себя рассказать? Может быть, пару слов, и я наврала что-то? Ну, я немножко пытался поправить в чате, но это все по мелочам, это неважно. Ну, про себя могу сказать, что закончил Мехмат МГУ и независимый университет еще в 2000 году. ПСД тоже на Мехмате, а потом уехал сначала во Францию, теперь в Ливерпуле я работаю. Да, и Виталий нам скинул ссылочку на... Я тут на свою страницу и на семинары, и я так понимаю, что можно заглянуть на семинары, да? Да, у нас пока еще нет точной программы на семестр, но если будет что-то про топологический анализ данных, то я вот с Ириной ВКонтакте, поэтому могу... А у нас не то, чтобы про топологию, это просто я в какой-то момент... Ну, так получилось. На самом деле, это общество, в принципе, про ML, по графу, да? Ну, я Machine Learning сам еще изучаю, я не называл бы себя экспертом в этой области. А я зато подсмотрела, мы еще здесь изначально собрались для того, чтобы смотреть с Лисковца курс по Network, и я посмотрела, что у тебя диплом был про имбеддинги на графах, да? Да, но это было в чистой математике, то есть это было про теорию узлов, или точнее про вложение графов в обычное трехмерное пространство с точностью перерывных информаций. Ну, хорошо, поправляй меня, если я там сильно что-то... Без проблем. Олег, ты можешь рассказать, что здесь на картинке, вот что здесь делается, какую задачу... Да, и что такое суперпиксель? Да, эту картинку я могу объяснить. Значит, суперпиксели — это задача стоит в том, чтобы разбить картинку не на объекты, вот обычно разбивают на объекты, скажем, человек, машина, дорога, дерево. А здесь задача разбить на такие более мелкие атомарные объекты, называемые суперпикселями. Точного математического определения нету, но в этом подходе они определяются как такие... Скажем, традиционно определяются как объединение пикселей, не всегда связанные у них, правда, получается, но, скажем, объединение пикселей, которые похожи друг на друга, ну, например, цветом. Вот grayscale intensity у них примерно одинаковые, тогда мы их объединяем в один суперпиксель. Вот слева здесь показан так называемый slick. Как же он переводится? Это special linea clustering, насколько я помню. То есть, грубо говоря, здесь кластеризуются пиксели по цвету, и в результате они получаются обычно такой очень нерегулярной формы, то есть зигзагообразные, ступенчатые, иногда даже не связанные. А справа – это другой подход, который мы с Microsoft развивали, это наш суперпиксель, это не объединение квадратных пикселей, это выпуклый многоугольник. То есть мы разбиваем изображение, ищем сетку из выпуклых многоугольников, так, чтобы цвет внутри каждого многоугольника был примерно одинаковый, а более точно мы минимизируем функцию, которая считает разницу или ошибку приближения исходного изображения вот нашей сеткой многоугольников с новыми цветами. То есть вот если наша новая сетка с многоугольниками, с меньшим количеством многоугольников хорошо приближает изображение, то вот это хороший результат такого алгоритма. Ну, и вы же там используете тоже эти, или я неправильно поняла, при построении как раз выкидываете... Нет, не используете там диаграммы? Какие? Персистентные они по-русски? Персистентные, да. На самом деле, да, я планировал их использовать, но выяснилось, что компьютер-вижн это такая глубокая область, где довольно все сильно оптимизировано. А на видео-то было, как будто бы там вот альфа-фор? Понимаешь, там было в этом видео, которое ты упоминаешь, там было несколько работ упомянутых, и не в каждой из них использовалась топология. Вот в этой работе про суперпиксели топология была что ли мотивацией, собственно, я пришел как тополог к ним и стал рассказывать, что давайте попробуем. Но потом выяснилось, что надо делать по-другому, и мы сделали по-другому без топологии. То есть просто дорого оказалось, да? Короткий вопрос. Я прошу прощения, если перебил, тут тяжело. Скажи, Виталий, а случайно там у вас что-то типа easing model нету? Потому что я вижу, что края твоих суперпикселов, они такие очень леонеризованы, то есть попахивает, что в каждой локальной области геометричной... Кстати, привет Смехмата тоже. Привет, коллеги. Так вот, выглядит так, как будто там локально 2D easing model, модель easing как бы была всунута, нет? Мы не использовали таких умных слов. Все было проще. Ну, примерно так. Мы начинали с какого-то скелета. Ну, у меня есть этот homological persistent skeleton, я его планировал использовать, но потом мы использовали уже другое. Начинаем со скелета, дополняем до начальной сетки, а потом двигаем вершины, чтобы минимизировать вот эту функцию ошибки. Ну, понятно, понятно, спасибо. Примерно. Ну, все, пришел, и никакого топологического анализа. Ладно. Что есть? А зачем такая задача вообще стоит? Вот такой вопрос. Да, главная мотивация. Современные изображения очень большие, и почти все алгоритмы Computer Vision, они перебирают просто пиксели по одиночке. То есть если там миллион пикселей, вот он будет все эти пиксели перебирать. А можно приблизить такие большие изображения суперпикселями с намного меньшим количеством. То есть всего лишь 200 суперпикселей приближает изображение вот на 100-200 тысяч исходных пикселей. Все нормально. Ну, то есть это как бы задача упростить... Сжатие. Можно сказать, что задача сжатия, но, наверное, более глобальное применение в задаче ускорения всех остальных алгоритмов, которые могут... Ну, при процессе данных, подготовка данных для обработки без потери. То есть именно без потери для сети какой-то нейронной, потому что понятно, что можно было бы нейронным себя обжать. Но вы же решетчатую структуру сохраняете, да, регулярную при этом? Это очень трудно сделать. Есть один алгоритм специфический, который сохраняет вот эту квадратную решетку, но он не очень хорошо работает, и это нереалистично на самом деле. Если нужны хорошие суперпиксели, то невозможно сохранить квадратную решетку. А тогда невозможно использовать всякие свертки потом. Да, но далеко не все алгоритмы используют квадратную решетку пикселей. И свертки не обязательно должны быть квадратными. Они могут быть любыми. Да, теоретически. Ну все, разбили. Хорошо, теперь... Да, да, продолжай. Про сжатие, проехали. Теперь, ну в общем, получили диаграммы, и надо как-то их дальше использовать. Ну и можно, вообще, чаще всего надо что-то классифицировать. И как их теперь классифицировать? И надо, значит, уметь их сравнивать. Есть специальные расстояния на диаграммах. Всякие конструкции, типа персистентные ландшафты, персистентные кривые. А можно считать всякие статистики. Вот есть в рамках Мегагранта, которым как раз руководила Дрис Брунер, они работали с эндоскопией. Был у них маленький подпроект с эндоскопией. И вот здесь перечислены основные участники. Они до сих пор, кто-то из них занимается топологией. Мы с ними дружим. Вот они, у них были вот такие вот изображения. Они считали вот как раз этими кубическими комплексами диаграммы персистентности. считали на них всякие разные статистики и классифицировали, искали там проблемные участки. Что-то получилось. Можно посмотреть, у них есть работы. Ирина, подожди. А вот тут опять вот входная информация. Картинки. Как ты ее превращаешь во что-то раньше. Они считали картинки в градациях серого. А потом как вот с многообразиями ходили, как было на картинке вот с этой, с манифолдами. Вот тут вот. Они ходили по подуровням и считали диаграммой персистентности. У них получались вот такие штуки. И они просто на них считали кучу всяких статистик. Ну, то есть получается для каждого уровня, то есть каждый уровень — это двумерный такой срез. И мы еще для каждого уровня считаем вот эту диаграмму персистентности. Не-не-не, диаграмма персистентности — не две уровни. Диаграмма персистентности уже, когда у нас есть фильтрация. То есть мы гомологии считаем на уровне, а объединение уровней, диаграмма персистентности — это уже объединение гомологии с учетом уровней. У меня вопрос можно? Маленький. А вот с цветом есть такие же? Ну, нет. Я не видел какие-то мультимодулы. Вообще нет. Они в градациях серого смотрели. Потому что цвет, очевидно, может иметь значение. Да, цвет может иметь значение, и они их использовали не как отдельными, а просто как дополнительные фичерс. Понятно. И считали их. Ну вот, в качестве примера, что они считали, допустим, вот есть у нас текстуры две, и вот для них как выглядит персистентность. Можно считать просто количество на каждом уровне вот этих горошков и получать такие кривые, которые уже легче сравнивать, чем просто рассыпанные горошки. Вот такие персистентные кривые для разных ландшафтов. Они разные, и можно пытаться их сравнивать друг с другом. Другой подход — это векторизация. То есть вот у нас есть ландшафт, диаграмма, и идея такая, что давайте в каждую точку поместим гауссиану двумерную, найдем сумму всех гауссиан, пересекающихся, перенормируем это все, перевычислим функцию на новую решетку какую-то регулярную, будем считать, и у нас получится что-то типа вероятностного распределения двумерного. И дальше будем уже его сравнивать. Вот, можно посчитать про… Такая штука называется персистентное изображение. Она довольно популярна в сравнении этих магнитограмм, диаграмм. Вот. И с персистентными изображениями, ну, дальше… Это первый или второй слайд, который я должен был заметить? Нет. Еще пока нет. Но близко. Вот. Это персистентное изображение. Еще можно напрямую считать расстояние между диаграммами. Вот. Есть такое расстояние бутылочного голжска, то есть у вас есть диаграмма, и хочется получить какое-то одно число, чтобы была одна цифра, которая говорит, насколько далеки эти диаграммы. И у них идея такая, что вот мы совмещаем, накладываем, это здесь две разные диаграммы, одна – сиенькие кружочки, вторая – красненькие квадратики. И алгоритм примерно такой, Виталий меня может поправить, я все время в них путаюсь, это мы встаем, допустим, мы живем в красном квадратике, ищем самого далекого, проверяем, что у нас… Потом идем в этот далекий, проверяем, что этот красный тоже самый далекий, радуемся и говорим, что это у нас получилась биекция, вот, и выписываем их, вот это вот максимальное расстояние записываем себе отдельно куда-то, и так делаем с каждой точкой, а потом берем по нему минимум, и это называется расстояние бутылочного горлышка. Вот, теперь расстояние-то мы тоже можем считать по-разному, можем считать в Клидово, можем считать по эту степень, вот, поэтому вот в целом это называется расстояние Вассерштейна, когда мы регулируем это П, ну вот, когда у нас подбойчик, это наше обычное эвклидовое расстояние. Вот, и такой еще способ, он технически сложно реализуем, и на самом деле не дает очень точной картины того, насколько различны между собой эти диаграммы. Достаточно сложно его вычислять, но тем не менее почти во всех пакетах он есть, и его тоже используют. То есть у нас есть две диаграммы, мы получаем в итоге одно число, насколько они далеки друг от друга. А я правильно понимаю, что мы не две диаграммы имеем, а там миллион диаграмм? Да, 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 и надо все по парные расстояния посчитать. И поэтому это затратно. Это вообще дорого, дорого это считать. Вот, а можно считать такое, уйти и считать такую Римману в метрику? Ирина, там вот вопрос был, а зачем считать расстояние? Ну, чтобы, смотрите, мы получили диаграммы, да, допустим, мы хотим текстуры классифицировать или что-нибудь делать. Да, то есть нам нужно отнести к одному классу и ко второму классу и получить какое-то правило. А чтобы относить, надо нам понимать, надо, чтобы в одном классе у нас расстояние между ними, между объектами было меньше, чем до другого класса. И чтобы как-то их сравнивать между собой, если мы хотим использовать метрики, основанные на сравнении. Я правильно понимаю, что если взять эту текстуру, ее разбить на какие-то квадратики, там, не знаю, по 20 пикселей, и все это перемешать, то персистентная диаграмма останется очень похожей? Нет, потому что, ну, визуально, конечно, да, но вообще мы же, когда ходим по саблевелам и строим эти кубические комплексы, то мы локальную структуру, мы ее смотрим, и она у нас вот какая-то получается. Если вы все растрижете и перемешаете, она у вас нарушится. Ирина, возможно, возможно, он прав, если речь идет о текстурах. То есть если речь идет о изображении каких-то протяженных... Нет, если она регулярная, да, но если есть объекты, то нет. Я имела в виду, скорее, именно что это регулярное. Ага. Хорошо. Да. Ну, вот. Есть еще такая риммонова метрика, когда мы, если мы говорим, что вот это у нас, это у нас, вот мы получили некий аналог распределения, и теперь нам надо считать расстояние между двумя распределениями, то мы можем уйти в... уйти в сферические пространства и считать уже расстояние там. И вот здесь вот чудесная картинка, и на самом деле этот был слайд, который был слайдом для Валеры. Здесь я хочу оставить ее без особых комментариев. То есть мы... Это рецепт, как считать расстояние между двумя вероятностными распределениями. Да. Между двумя вероятностными распределениями. Да, между двумя вероятностными распределениями. С точки зрения вычисления она реализуется очень просто. И я хочу показать результат. Я баловалась с фрактальными полями. Если кто-то знает здесь, что это такое, если... Ну, не знает, ну, и ладно. Просто можно... Есть разные виды случайных полей, есть отдельные подвиды фрактальных полей. И вот здесь вот есть два примера фрактальных полей с разными параметрами. Ну, то есть здесь два параметра. И по два примера на каждый параметр. И я вот генерила много-много разных и пыталась смотреть, будет ли лагерить вот это вот риминова метрика расстояние между этими полями. Ну, и вот то, что получилось. И чтобы с чем-то сравнить, посчитала просто... Посчитала, что все это поле можно считать распределением. И посчитала KL divergence между ними. И, ну, вот, риминого расстояния. Ну, мне показалось, что можно что-то увидеть. И, по крайней мере, она чувствует разницу. Ну, кстати, вот это вот слева, то, что написано KL divergence, это вот наши ребята, которые смотрели кучу всех этих курсов, они, наверное, помнят, там есть кульбак-ляйбля-дистанс. Это оно и есть. Вот это оно и есть, да. То есть вот предыдущий слайд в России. Кульбак-ляйбля. Господи, все время забываю второе слово. Вот, но я никогда его не произношу полностью, потому что он очень сломан. По-немецки оно читается ляйбля. Звучит, как матерное ругательство, но вот такая фамилия. Ну, хорошо. Оставим его KL. Кульбак. Кульбэк. Окей. Хорошо. Ну, вот. Ну, в общем, можно получить одно число, между двумя диаграммами, и, например, можно пытаться различать случайные поля, если у вас есть такая задача. Вот. А есть еще подход. Ну, это уже сплошные евристики. То есть мы можем еще, например, смотреть на баркоды, и мы можем наложить сетку и бинаризовать просто. И будем записывать в вектор, там, ставить какие-то числа, сколько попало точек в этот вектор. И дальше использовать это как вектор признаков. Вот. Тоже такой, такая евристика. Есть работа, где, ну, вот, вот в этой работе можно найти ссылку на работу, в которой это используется, к молекулам. И там что-то хорошее получилось у ребят. Что-то какие-то они протеины там анализировали, использовали эту бинаризацию, что-то там нашли. Я вот смотрю, ссылки, они все довольно новые работы, там, шестнадцатого, восемнадцатого года и так далее. Неужели вот, вот, ручные фичи генерации до сих пор вот прям так сильно используют? Это, конечно, интересно. Ну, кто-то использует? Вот. Ну, до этого я говорила про то, что я, а, нет, ну, там что-то я сама пробовала. Ну, вот расскажу из последнего, то, что мы пытались сделать. Ирина, слушай, а вот я правильно понимаю, что это как бы инвариантно относительно вращений, да? Да, То есть, может быть, в этом примы, что по сравнению с сетками, сетки же не будут у нас, как бы, если мы повернем, то все, как бы это другое совершенно. Сетки имеются в виду нейронные? Сетки, да. Можно сделать инвариантно. Не, ну, повернуть его на, там, произвольный угол, и сетка сломается. А вот эта сетка... Ну, идея же в том, что сети же не... Ну, то есть, можно сделать такие штуки, чтобы сети были инвариантны к поворотам, например, и так далее. Это вопрос об архитектуре этой сети. Вот этот вот... Ну, а как это сделать? Сейчас, ребятки, вот этот вопрос, он на самом деле очень интересный. Давайте его в конец доклада вынесем, потому что инвариантны к поворотам в сетях, например, я с удовольствием тоже послушаю, но это точно большая тема. Ага. Ну, хорошо. Давайте, я уже целый час говорю, мне кажется, что я уже всех утомила. Вот. Да. А я расскажу вот про то, что последнее мы пробовали с моей студенткой. Мы играли с взвешенными сетями, и вот есть разные, с блочными структурами, разные способы генерации блочных структур, и вот, ну, вот эта матрица смежности, они с весом, поэтому вот здесь есть цвет, картинки, которые им соответствуют. И здесь есть естественная метрика, как бы естественное расстояние, то есть можно считать, что у нас облако точек, это вот наши узлы, а расстояние между ними — это вес. Но только вес обычно, чем больше вес, тем ближе находятся объекты между собой. Нам надо, чтобы расстояние было больше, поэтому я здесь использовала логарифмическое преобразование. И таким образом, ну, то есть нужно было какую-то обратную функцию для расстояния ввести. И вот что у нас получилось. Кроме того, чтобы просто рисовать эти горошки и баркоды, на самом деле у каждого цикла, у него же есть представители, и если в какой-то задаче у нас, допустим, там социальные сети или какие-то сети, в которых именованы эти ноды, и нам важно смотреть, с кем там соединяется или разлепляется, то можно отслеживать эту тоже информацию. Это я делала в таком пакете IRN, который возвращает еще, кроме горошков и баркодов, представителей циклов. И вот здесь вот я хочу показать то, что получилось. Получается, например, возьмем самую простую архитектуру, где глазом все понятно, это четыре блока, взвешенная сеть, и вот внутри блоки взаимодействуют друг с другом, снаружи они взаимодействуют, и так вот выглядят баркоды. Если посмотреть теперь, кто с кем сливается, здесь они еще так устроены, что они вот идут по порядку. То есть 16 элементов и 4 кластера по 4. То есть 0, 1, 2, 3, 4, и здесь видно, что 1 с 2, тут с единицы начинается нумерация, нет, с нуля. Вот 0 с 2 соединился, 1 с 2, 3 с 2. Вот. И в самом конце у нас осталось такие четыре. Вадим, привет. Выключи микрофон. Четыре компоненты, которые мы видим. А сливаются они тоже все, каждый внутри своего маленького кластерочка. Ну и вот мы попробовали использовать это как имбеддинг, то есть записать в каждый нод. Вот здесь уже у нас есть для каждого нода есть момент, когда у нас исчезнут компоненты. и закодировать каждый нод моментом смерти. И посмотреть, ну а для этих просто обычная бинаризация, и посмотреть, что это нам может дать вообще. Можем ли мы с помощью вот этих вот признаков как-то разобрать эту сеть и понять, как она устроена. Ну и чтобы сравнить, я использовала ноди-то век, запускала просто в каждое, запускали на каждой этой сети ноди-то век. Кто с нами проходил курс, знаком с этим, а кто нет, это на графах запускается случайное блуждание, а потом по случайным блужданиям делается вывод о том, выводы, насколько ноды близки друг для друга. Ну и делала вложения, чтобы посмотреть, как выделяется эта структура. Ну и вот, в общем, такой способ имбеддинга, он оказался вполне себе конкурентоспособным, и эти горошки разъединились для разных конструкций, как надо. И дальше я хотела это использовать. Использовать, когда Костя научит нас делать графовые свертки, нашла работу про то, как делать графовые свертки для fMRI. Здесь они тоже используют корреляционную матрицу, которая, в принципе, может аппроксимироваться вот этой блочной моделью. И делали для нее сверточную сеть графовую, ну а дальше тестировали на задачи классификации. И у них были очень такие, очень-очень странные признаки для нодов, как входящие для этой графовой свертки, типа средний вес соседей, какие-то там еще корреляции с первым или с каким-то выделенным нодом. Вот я хотела... Что вообще за задача тут? Задача, они, ну, там были, там были две типы, разные задачи. Там люди делали, выполняли разные таски. И, типа, должны у них были как-то вот эти вот функциональные сети меняться во время тасков. И они были маркированы, эти таски. Вот. И они по этим сетям делали GNN. Ответом было то, какое они таск выполняют. И получали, как бы, эмбеддинг для вот этой функциональной сети и пытались ее потом объяснять. В чем интерпретация появлялась? В чем интерпретация появлялась? В чем интерпретация? В том, какие ноды, в чем участвуют и каким образом. То есть они потом говорили, во, вот эта группа нодов, она там у нас вот так вот ведет себя в сетвертках. Ну, окей. Ну, вот, в общем, какую-то такую штуку я хочу попробовать. Использовать топологический эмбеддинг для нее. Ну, может быть, что-то получится. Вот. Слушай, опять вопрос. Вот на предыдущей картинке там у нас граф как бы. А, еще можно? То есть у тебя, вот ты говоришь, есть сеть, да? Там, где вот сети. Вот это вот, да? Да. У нас входным является что? Просто граф с вешеной. Взвешенный граф, да. А как до взвешенного графа считать вообще вот то, что мы обсуждали? Вот смотри, взвешенный граф, это можно считать, что это облако точек, у которого сразу же задано расстояние. То есть чтобы использовать весь этот топологический анализ на облаке точек, нужно что? Нужны сами точки и нужны расстояния между точками. И дальше можно уже строить любые симплециальные комплексы, которые ты хочешь. Ну и считать вот это все. Вот. Здесь у нас есть точки, а расстояние между ними можно считать, что это веса. И тогда можно уже использовать вот всю эту историю. Я, честно говоря, вот этого не очень понимал до конца. Понимаю, что у нас, но там же... У тебя веса как расстояние между... Веса как расстояние. Эти метра... Мне кажется, этого недостаточно для того, чтобы... Ты считаешь только нулевые гомологии или первые? Я считаю нулевые, первые, в облаке точек... Ну, я считала до второй. На самом деле они не так быстро считаются. Я считала только нулевые и первые. Нет, это... Просто если у меня есть как бы облако точек в размерности n, то гомологии там в принципе считаются до n. Если у нас есть просто граф, там даже n этого нету. то есть вообще непонятно до какого n в принципе можно считать. Но мне кажется, это немножко... Так нет, в облако точек у тебя всегда размерности n. А то, какие ты считаешь для себя... Считаешь гомологии, грубо говоря, нулевые вот эти связанные компоненты, они у тебя показывают, как пластеризуется это облако там в этом пространстве. И дает тебе... И их можно использовать как аналог... Не знаю там... Как аналог каминц, например. Какой-то более защитен. Вот. Дальше ты смотришь циклы, которые там появляются и тоже пытаешься как-то их интерпретировать. И ты... И одвумерные как полости, которые там возникают. Вот. Но если мы говорим с технической точки зрения, то тебе же там надо... Чем как бы... Чем... Когда ты ставишь ограничения на то, с какими... Как далеко ты хочешь уходить и какие гомологии считать, это все... Чем больше ты хочешь посчитать, тем больше тебе мощностей надо. Ну, я имею в виду, что если у меня облако точек по размерности 10, то 11-е заведомо равны 0, 12 и 13-е. Если у меня есть граф с весами, то я вот этого как бы числа 10 даже вообще не понимаю, откуда взять. Ну, так вот ты считаешь, что у тебя есть граф с весами, допустим, у тебя есть 10 нодов в этом графе, это 10 точек. И веса — это расстояние между ними. Они попартные все. И ты их отображаешь вот в это там комерное пространство, если у тебя каточек. Ну, надо подумать. Окей, спасибо. Про облако точек. То есть на самом деле вообще, в принципе, для того, чтобы это использовать, нужны объекты и расстояние между ними. То есть если есть любые табличные данные, и вы можете посчитать между ними расстояние, то можно это использовать. В графах я видела еще работы, сейчас покажу слинк-предикшн, где они говорят, что вот если есть у нас обычный бинарный граф, у нас есть ноды, и есть просто факт связи, то как теперь посчитать расстояние? Но они говорят, что ну давайте считать минимальную длину пути между каждой парой нодов. Или мы можем, например, дополнительно взять, запускать блуждание и считать среднее время достижения нода через эти блуждания, запустить их 20, и посмотреть, когда мы встретили интересующий наш нод. И тогда получается, что у нас тоже будет пара объект, расстояние, и тоже можно использовать это временные ряды. Кто знаком с вложениями и со скользящими окнами, то можно тоже идти скользящим окном и считать, что у нас это окно, это вектор какой-то в пространстве, в двумерном пространстве. И точно так же можно, и получается, это облако точек. И точно так же на этом вложении можно потом строить вот эти все гомологии, считать их, смотреть какие-то структуры. Ну и все мы, наверное, помним, как выглядит синус, и что если мы считаем фазовую картину для него, то это у нас будет просто кружочек такой, вот, то, конечно, мы гомологиями сразу поймем, что он синус, и что вот он там, есть такой цикл. вот, и есть работа, где, ну вот, ну здесь просто скользящее окно, где используют так для анализа временных рядов. Очень мне понравилась работа про link prediction, где, и вот красивая табличка с диаграммой персистентности, где получилось на тестовых данных решить задачу прогноза ссылок, по крайней мере, так же хорошо. Вот, там у них идея была такая, что вот есть граф, запускается, считается минимальная длина пути, считается попарное расстояние между каждыми объектами этого графа, а затем они считали, ну на самом деле диаграмма персистентности по большому графу считать вообще дорого. Это трудоемкие вычисления. Вот, но они брали, ну, Кахопс, это вот любимые лесковца, соседей для НОДа, считали их объединение, и вот для подграфов считали диаграммы персистентности, потом брали подграфы с потенциальным линком и без него, и сравнивали их между собой. Если честно, я не очень поняла pipeline, но как именно, с чем вот они потом этот граф сравнивали, как ранжировали. Ну, то есть они точно брали подграфы и считали у них диаграммы персистентности, а потом обычную метрику Гофферштейна до чего-то. Вот, и ранжировали, и вот получилось. Уже я вчера пересматривала эту работу и не очень не разобралась, но получилось как-то вот у них хорошо, и вроде бы выглядит правдоподобно. Там сильная группа с поддержкой IBM, вот, но тоже можно посмотреть в эту сторону, кто занимается link prediction. Еще тоже работы из последних, где они для графовых сверток, они говорят, что давайте мы будем использовать персистентные изображения, про которые я рассказывала, как для подграфа, как дополнительные векторы признаков и конгонцинировать их на каком-то этапе с графовыми свертками. Вот, и тоже показывают на тестовых датасетах, что у них там вот как-то хорошо получается вот эти вот, вот эти последние два столбика, где-то у них там получается побить скорой. Вот, но детали тут я не могу прокомментировать. То есть, как просто дополнительные фичи. Да, 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 как дополнительные фичи они используют, чтобы, ну, если мы так говорим, что в принципе нам вообще это может дать, то оно нам может дать некий синтез локальной и глобальной структуры множества. и немножко с другой стороны не с той, не той, которой мы меряем другими способами. То есть, если мы говорим, что наша классификация чего бы то либо зависит от того, ну, чем мы это делаем, от способа измерения, то топология это немножко другой способ, она другие вещи смотрит. И вот эти дополнительные фичи, они дают дополнительную информацию о структуре, о распределении на этих графах и помогают улучшить что-то. Вот, и так как они это считают для довольно небольших подграфов, то это тоже получается не очень дорого и без больших вычислительных сложностей. Вот. А, ну, и еще одно, которое вообще на самом деле никак не относится к персистентным гомологиям, но здесь используется идея фильтра, когда мы что-то сложное представляем в виде графа и а дальше уже граф анализируем как умеем. Ну, я ее добавила уже в последний момент, когда увидела там от Андрея в чатике ссылку на представление многообразий. Вот, тоже называется топологический анализ, но никакого отношения к персистентным диаграммам не имеет, но тем не менее у них есть свой мэпер такой, они тоже Стэнфорд делает, где они с пакет, они его как-то развивают, предлагают использовать для низкоразмерного представления данных. Вот. из того, что я хотела на самом деле показать, но я поняла уже, что я не буду укладываться и, может быть, если будет интересно, мы можем сделать какое-то шоу, бестелл. Вот. Пакеты, которые есть, вот есть цикл, это фактически рипсер, но который внутри питона и очень юзерфрендли. есть мой любимый, который я считаю, это ИРН, он в языке в Юлии, и он как раз потому, что дает представителей циклов, что было для меня важно, потому что рипсера, например, не дает, он только дает диаграмму целиком. Ну, вот есть, собственно, сам рипсер, РТДА, Дипха, Персеус, все они, в общем, есть, можно ими пользоваться. Ну, вот, А в Айрин же, по-моему, не только топологии, там вообще все подряд. Нет, Айрин, нет, это только топологии. Да? Да, и причем, причем только топологии и только облако точек. Они не умеют работать со всякими, ни с кубическими комплексами, ни с картинками. С картинками хорошо работает Дипха, а я вот ее использовала для того, чтобы картинки считать. Ну, когда мы забросили свои маклабовские недоделанные скрипты. Вот, и из того, что можно посмотреть еще, ну, кроме того, что у Виталия есть семинары по топологии, а можно еще, есть еще сеть по прикладной applied topology, и, видимо, спасибо ковиду, что они стали делать эти семинары все онлайн и выкладывать их записи на YouTube. У них их очень-очень много всяких разных, и есть всякие видео студенческие, и как раз видео Виталия я оттуда посмотрела, из какого-то, видимо, воркшопа, да, недавнего. Вот, и они, можно у них зарегистрироваться в сети, ходить на их семинары, не смотреть их не в YouTube, а присоединяться. Ну, вот, и там вообще какие-то тысячи видео на всякие разные темы с приложениями, ну, и у них такой акцент как раз на приложение. Вот. Все. Я все. Вопрос, можно? Да. У меня вопрос больше, наверное, такой, теоретический, если возвращаться к началу лекции этой. Давай. Вот. Не крути, не надо. Я так понимаю, что вообще вся эта история с топологией, она, ну, так интуитивно помогает, должна помогать, по идее, решать такую проблему, как, скажем так, структурный анализ какого-то объекта и разделение одного типа подобъектов. Ну, то есть, как это сказать, ну, для примера возьмем какую-то структуру клеточную, да, нам, не специалистам, а уж машине тем более, очень трудно сказать, вот эти клетки, они относятся к вот этому вот образованию клеточному, а вот эти клетки относятся к другому клеточному образованию. Они-то все перемешаны между собой, да, там, и я так понимаю, что вот как раз топология должна и определить, что вот это вот, это, например, печень у нас, а вот это какая-то ткань соединительная. Они очень похожи друг на друга, но на самом деле это разные структуры клеточные. Ну, это такой абстрактный пример. Правильно я понимаю, что вот эту задачу, ее можно решать? Слушай, мне кажется, что это, что вот смотри, мы, например, когда, вот когда мы с графами смотрим окрестность, да, и мы же, и мы же что делаем? Мы смотрим локальные какие-то особенности вокруг и не умеем смотреть сильно далеко. А здесь получается, что когда мы рассматриваем, когда мы рассматриваем топологию, мы смотрим вокруг и пытаемся еще за счет этого изменения масштаба, за счет фильтрации охватить еще какую-то картину целиком. И это такой микс локальных и глобальных особенностей, которые вот каким-то образом мы пытаемся выразить в цифре. Виталий, можешь меня поправить? Одну секунду. Повтори еще, пожалуйста, Ира. Был вопрос от Кости. Как бы чем, вообще как бы, если говорить про в целом, что, какое преимущество у этого топологического анализа данных и что оно вообще, как бы, почему оно что-то должно давать? И я стала пытаться... Немножко другое хотел выяснить. Сейчас я сформулирую. Вот топологический анализ, позволяет ли он решить задачу выявления каких-то связанных структур на изображениях? Ну, очевидно, что для нас проще всего на изображениях, да? Ну, то есть на каких-то визуализированных данных выявление каких-то связанных структур. Ну, например, если это клетки, которые относятся к определенному клеточному образованию, например, ну, там какой-то функционально выделенный во внутреннем органе в каком-то объеме... ну, область, которая решает какую-то там свою задачу. Но так как в организме и на изображении, которое мы сняли там откуда-то, да, такие области обычно сильно друг с другом сопряжены, совмещены, их отделить друг от друга, да, вот это вот к одному относится, вот это к другому, их сложно. И может ли топологический анализ помогать решать вот такую задачу, то есть именно вот разделение объектов на какие-то функциональные группы, вот так вот? В двух словах и да и нет. Вот в чате я уже написал, что главное преимущество TDA по сравнению с остальными методами это стабильность относительно шума. Вот Ира подошла близко к этому, когда Bottle на Distance вводила, а вот главная теорема стабильности она говорит кратко, что если мы пошевелим облакаточек, то диаграмма пошевелится тоже немножко. Поэтому теоретически можно надеяться различать какие-то структуры, например, граф, распознать правильный граф по его по-русски сказать по облаку noisy point sample, то есть по облаку точек, которые представляют этот граф. но когда много раз упоминались компьютер vision, во-первых, топологический анализ больше имеет смысл для высоких размерностей, а в низких размерностях, типа размерности 2, компьютер vision уже очень далеко ушла вперед эта область, поэтому с ними очень трудно конкурировать, у них очень методы специализированные и часто подогнанные под решетку, квадратную решетку пикселей. Топология, она такая, она больше с такими неструктурированными данными работает, когда вот у нас нету никакой решетки, точки друг с другом не связаны, вот тогда, да, тогда ничего, кроме топологии. Вот такой краткий ответ. Ну, насколько я знаю, в компьютерном зрении есть же размерность больше, чем 2, например, 3. Там и решетка, наверное, есть. Нет, там как раз чаще всего благоточек, и там, собственно, все методы, связанные с вложениями, как раз основаны на геометрических каких-то историях, то есть это либо графы, либо топологии, либо как-то так. Все так. Не, ну, Виталий, а ты следил за работами Криста, где он как раз говорил про вот эту чувствительность с шумом, на самом деле, на облаках точек, в циклах мы увидим очень много шумов всяких, которые как раз они будут появляться, сливаться, и это могут быть как особенности, у него там есть такой пример, который состоит из бублика, у которого на границах маленькие-маленькие бублики, ну, в виде точек, и он говорит, давайте посмотрим, что такое будет, что будет, если что мы будем видеть на диаграмме, и там получается, что как раз мы можем очень даже перепутать шумы и объекты, и про, правда, дальше предлагает рецепт, как их не перепутать, но с чувствительностью к шумам, да, они все у нас соберутся там где-то на диагонали и быстро появятся и исчезнут, но мы вместе с ними сможем и выплеснуть ребенка. Да, верно, значит, я должен был сказать про ограниченный шум только, потому что когда появляются outliers, то, да, все ломается. Ну, их тоже можно фильтровать, но тогда обычно появляется второй параметр, это уже multi-parameter persistent homology, это еще труднее. Вот, может быть, именно поэтому я с размерсти два изображения перешел в размерность три, в material science, где все намного интереснее и больше геометрии, чем топологии. Так что я уже через это прошел, да. Нет, подожди, у нас это для антирекламы это рано. Окей. Если можно, я буквально два слова добавлю к вопросу, где же это полезно, например, для клеток и так далее. Во-первых, ключевой ответ, можно как мантру его, если в одно слово, то когда нужно изучать связность. Если в два слова, когда вам нужно кроме связности понимать, где у вас дыры. То есть, если, например, в органе, то есть, ты знаешь, что это орган кольцевого такого, то есть, в сечении он как кольцо выглядит или в сечении он выглядит как круг, например, и так далее, то в этом случае вы можете это различать. Если вы ищете дыры, какие-то там, например, какие-то области малоактивные в мозгу, то опять это топология. То есть, два ключевых слова дыры и связности. Дыры и связность, да. Связность, потому что это размерность ноль, и там работает все намного быстрее. Сложность вычислений почти не обсуждалась, но вот размерность ноль, да. Ну, если считать до единицы и ограничиться связностью и одномерными циклами, то, в принципе, все довольно быстро. да, а дыры, если они круглые, вот если дыры становятся не круглыми, то геометрия уже сильнее. Круглые дыры в природе, как известно, не часто. Даже если они выглядят круглыми. Виталий, ты, наверное, больше в контексте картинок про них все время говоришь, а я больше с ними как с облаками точек, и там, ну да, я тоже не уходила дальше в двойки, вот, но циклы, они там полезны. А, значит, про циклы еще та проблема, что диаграмма, конечно, является геометрическим вариантом относительно вращений, переносов, но вот так называемые образующие, то есть циклы из ребер, треугольников, вот они они не являются стабильными, то есть, ну, грубо говоря, алгоритмы запускаешь, получается один цикл, а если запустить алгоритмы еще раз, может получиться другой цикл. Не являются циклы стабильными? Они гомологичны будут, конечно, эквивалентны, но разные. Как так? То есть у нас алгоритмы не дистерминированные, получается? Ну, там же может возникать, если разные, одинаковые расстояния между точками. Вот, собственно, проблема с этими изображениями, что все пиксели на одном расстоянии друг от друга. Ну, а дальше все зависит от того, как алгоритм будет выбирать. Если расстояние одинаковое, там может быть случайный выбор, а может быть не случайный, не знаю. Это уже от имплементации зависит. Я просто тут открыла чатик. отвлеклась. У меня вот такой вопрос. Я не очень себе хорошо представляю вычислительную сложность этого алгоритма, но, может быть, есть какие-то генерализации, где рассматриваются точки разных типов? Ну, то есть, например, мы хотим найти какую-то персистентную топологию, но на точках определенного типа, при этом мы точно не знаем, вот наши классы, они стопроцентно достоверны, или, может быть, одна точка может относиться к одному типу или к другому? Ну, то есть, точки с какими-то вероятностями даны? Ну, нет, ну, можно сказать и так, да, хотя я бы сказала скорее, что просто мы как бы рассматриваем сразу задачу, вот у нас есть несколько point cloud, пересекающихся на точки разного цвета, и мы как бы точно не знаем, относится ли одна точка к красному цвету или к зеленому, и мы одновременно пытаемся сразу для нескольких цветов построить вот такие топологии? Не уверен, что я точно понял задачу, но пересечение возникает вот в зигзаг перзистанция, еще одно небольшое расширение, может быть, если ты посмотришь зигзаг, перзистанция сможет это прояснить. Ну, на самом деле, если совсем уже общее говорить, интересно, можно ли как-то включать в рассмотрение не только саму топологию, но еще и какие-то функции нодов, то есть условно не реализовать. функции нодов через способ фильтрации только, если у тебя есть, то есть там же достаточно много произвола в том, как ты организуешь вот правила объединения и саму эту фильтрацию для построения уже потом комплекса и функцию на нодов можно функцию на связь между ними, и это будут все разные комплексы, для них будут получаться разные структуры, наборы объединяй между собой признаков. Слушайте, а когда мы говорим про топологию, мы имеем в виду графы тоже или нет? Нет, на графах точно так же, если есть нода, если есть функция на ноде или функция на ребре, то можно устроить уже фильтрацию и получить комплекс. Комплексы меня поправили, спасибо. Ну, в общем, как-то зафичерить какую-то функцию ноды не является проблемой вообще, мне кажется. Ну, то есть... Похоже, в общем, на то, что вот этот вопрос, который задал Денис, можно отвечать даже, ну, в смысле, ответить на него, не ломая весь этот framework, да, а именно. мы же в самом начале войны выбирать разные дистанции, да, вот, и дистанция, она не обязательно должна быть планарной, там, географической дистанции, да, то есть не обязательно... Ну, метрику можно выбрать любую, конечно. Вот-вот, то есть если у нас в каждом пикселе еще определен цвет, да, вот, по-моему, кто-то из ребят уже озвучил, но, по-моему, был непонят, то изображение это не только 2D, это сразу 3D, если это черно-белое изображение, а если это цветное изображение, там, RGB, например, да, то это сразу 5-размерное пространство, да, то есть в этом 5-размерном пространстве у нас уже пиксел, ну, вот, не так вот, как только что вот Виталий говорил, да, то есть расстояние всегда одинаково, то есть если смотреть на расстояние, учитывая, там, яркости или, там, интенсивности по каждому из каналов RGB, да, то, получается, уже у нас размерность 5, и мы можем метрикой поиграться. Так, ну, это вопрос же еще, как потом это все считать, это и так все считать сложно. В принципе, можно брать обыкновенную, то есть вообще, вот, как говорится, с кондачка, да, никто не мешает взять обыкновенную евклидовую метрику в этом 5-мерном пространстве, то есть, просто евклидовая метрика. Уже пытались и нашли лучшее расстояние, то есть, там такая продвинутая, что там уже почти все есть. ждем только, когда self-driving cars появится. Так появились, все хорошо. Ну вот. Я там два года в этой области отработал, мне все там так будет красиво. Да, да. Вопросы? Насчет сложности вот вычислений, то есть, мы берем, допустим, я правильно понимаю, что основной вход это какой-то датасет, да? Ну, нет, почти у всех алгоритмов вход это либо матрица расстояний, либо координаты точек. Ну, если это облако точек, если это кубические комплексы, там можно картинку просто сразу черно-белую отдавать. Ну, например, координаты точек, то есть, ну, соответственно, вот вообще-то все считается для какого, как бы, размера точек и для какого размера пространства, то есть у нас точки там. Ну, вот, если говорить про тут еще сильно зависит от структуры точек, я вот, если смотреть IRN и как она быстро считает, то у них есть примеры с, ну, вот, 300 точек это уже много, если, если там сложная структура. Ну, тут тоже, тоже же очень, сколько у вас мощностей, но вообще, да, это как бы, когда вклеиваются все эти симплексы друг к другу, и надо это все держать, вычислять, это получается дорого. Все работы, например, с графами, которые здоровые, там они считают гомологии и вот эти все вещи не целиком никогда, то есть они берут там, берут под графы, у которых... Обычно сэмплируются просто каким-то классным образом. Ну, они берут локальные какие-то вещи, которые в линк-предикшн, допустим, там интересуют тебя, когда потенциально ты смотришь, вот, как бы будет здесь между... от N на V время перемножения матрицы. Можно посмотреть. Меня тут поправляет, что это не было бы. Ну, я вот не совсем понял, если там вот Олег Качан, может пояснить это, что это... N это что? Это сколько точек? Ну, это вход. В это, собственно, да, в это время. Можно посмотреть 21-й слайд. То есть, ну, там почти линейно, да. Ну, то есть, если убрать время, то получается, что ON. но это странно немножко, то есть время перемножения матриц. Нет, а еще от размерности это зависит, то есть, если у меня точки в 10-мерном пространстве и в 100-мерном или там в 1000-мерном. Потому что, не только от количества точек зависит, но и сколько у меня координат точек. Ну, расстояние это между точками, когда уже потом... А, ты сразу же перейдешь к расстояниям и... Переходишь к расстояниям, и тебе уже все равно, какая размерность точек. А это вот точно, что достаточно перейти к расстояниям, и все будет изоморфно? То есть, нам не нужно исходное вложение? Ну, вот как математика меня это несколько смущает. Точно ли будет... Точно ли мы сохраняем... Прости, я опять отвлеклась. Арсений, пока. Все? Пока. Давайте посмотрим вот слайд 21, где картинка как раз на изображении это очень хорошо проиллюстрировано. То есть, там прям визуально видно, что там в худшем случае это квадрат. На слайде 21? Да. Да. Все отлично видно. То есть, сначала мы должны расстояние посчитать, а потом забраться, короче, по уровням. Слушай, ну, вот это с этими самыми, с кубическими комплексами, там вообще мы считаем только 0,1 гомологии. Вот. А когда мы делаем, строим симплециальные комплексы, вот, то там нужно, там же нужно определиться, до какого ты размера идешь. И если мы, ну, вот писали в чате, если мы с графами считаем, то там нужно считать клики размерности n все и смотреть, если они... Ну, это нереально. Это уже, это уже, да, это уже дорого. Это просто нереально. Ну, что значит клики? Это весь граф надо считать, что ли? Это уже все. Приехали. Ну, вот 0,1, 2, 3, вклеили и все, смотрим, что происходит. Да, только какие-то маленькие. Вот. И уже переход все уже неподъемный. А считая, как-то разделяя весь граф на подграф и считая внутренних, а потом объединяя, всегда будет получаться что-то разное? Нет. И тут, смотря какие, то, что я делала, так как у меня были изначально задачи, в которой не будет больших графов, то я считала целиком. А вот то, что делали в работах, с графовыми сетями, то там, допустим, есть конкретная задача, link prediction, и там не интересует весь граф целиком, а интересует топология только ну вот какого-то количества соседей и подграфы из соседей и их объединения. Поэтому там нет смысла считать для всего, и они пересчитали только вот для маленького подграфа. Там не было объединения потом. Да. Ну, в этом смысле интересно, можно ли вообще этот алгоритм нейрализовать так, чтобы он как message passing работал на каких-то сабграфах. Мне кажется, что это принципиально возможно. То есть, просто чтобы каждый нот, по сути, сохранял переменный индекс принадлежности к конкретному симплексу на данном этапе и с каждым распространением сообщений обновлял бы его. Денис, я правильно понимаю, что граф у нас постоянно изменяется при твоем желании? Или это ты имеешь в виду, что сама редукция, то есть, когда у нас в конце остается одна область связности, ты хочешь, чтобы эта область связности выражалась в виде эмбеддинга, в виде фич, который в данный момент в узле показывает, что это... То есть, например, у нас есть фича, которая показывает номер компоненты связности, и в конце просто эта фича у всех нодов, у всех вершин, она просто будет одна и та же. Или ты все-таки думаешь про то, что граф деформируется постоянно? Ну, на самом деле и то, и другое интересно, но, наверное, проще, конечно, второе делать. Первое, это, наверное, придется все равно... Ну, то есть, там может возникнуть просто вопрос, как делать мессендж-партинг. То есть, по сути, это уже будет, скорее всего, GCN, а не что-то похожее на Markovs, Chain. Ты знаешь, вот то, что ты сказал, что якобы проще это делать во втором случае, на самом деле, в первом случае ты остаешься в Graph Sage фреймворке, и ты ничего не меняешь, То есть, ты говоришь, у меня граф как был, так остается, у меня по графу летают мессенджи какие-то, мои эмбеддинги вот эти вот летают, и как бы все, то есть, граф у тебя не изменяется, ты можешь прямой это применять, а вот если ты говоришь, что у меня граф деформируется, то есть, я что-то как-то не видел, чтобы это гармонично было. Да нет, я про это и говорил. Я первым случаем назвал как раз, когда граф статичен. Да, может быть, просто перепутать. А, окей. Ну, то есть, просто, по сути, объединять в какие-то фотокомпоненты. Да, Денис, спасибо за вопросы. Олег, а давайте мы дадим вам слово, явно есть что сказать, и мне кажется, что вы вообще во всем, во всей этой кухне понимаете гораздо больше меня, может быть, как-то прокомментируете? Здравствуйте, хороший, очень водный семинар, мне понравилось. Я аспирант в Скалтехе, пишу, собственно, диссертацию по прикладному туда, то есть, я использую топологический анализ данных для классификации данных ФМРТ и ЕГЭ. О, классно. И еще вот буквально недавно еще классифировал данные движения глаз, там получились хорошие результаты на, на самом деле, на ЕГЭ, на ФМРТ, там... А что, а что? А это все без сетей? Еще раз. Это все без сетей? А без сетей что вы имеете в виду? Я имею в виду нейронные сети. Мы сегодня вот говорили, что вот эти построения векторизации, так называемые, ну вот у нас есть диаграмма, как бы это просто множество нефиксированной мощности, но как бы там количество точек, во-первых, в разных... Описание для разных данных оно меняется, и при внесении шума в одни и те же данные, то есть диаграмма может сильно поменяться в числе точки. Нам нужно сравнить эти множество разной мощности, можем их рассматривать как можем их рассматривать как некое вероятное спасление и векторизовывать. Да, вот для векторизации используются нейросети. Для векторизации нейросети. А расскажите про ЭГ, какой там у вас был, какие основные идеи? ЭГ основная идея, да, вот такая же, как, наверное, у вас. Это просто бьется, мы бьем точки, мы бьем на них строим граф, построить граф. Без вложений или вложения? Нет, мы считаем, у нас есть обычное, что такое ЭГ, это многомерный временной ряд. Мы считаем между каждым временным рядом, то есть матрицу попарных расстояний, эта матрица попарных расстояний может получаться очень многими разными способами, и выходящий из этого граф мы классифицируем. Также еще можно считать топологические признаки, вот я писал там в чат, что, да, это на самом деле, мы берем некую функцию и рассматриваем, ну, в 90% случаев, 95% это множество подуровней, можно рассматривать такие хитрые вещи, типа множество, как бы это, сейчас я уже забыл, называется тоже по-русски, по-английски, можно смотреть не только подуровни, можно смотреть как интеруровни, то есть мы смотрим не только как меньше, чем эпсилон, но и меньше, чем эпсилон, но больше, чем интер-дельта, вот таким скользим окошечком по данным, и так далее, по некой функции, нам главное, чтобы у нас была функция, вот получается, и вот эти сами временные деды можно рассматривать так же, как функция, то есть как у вас было в докладе, и мы можем вычислять как диаграмму, так и некую статистику, там есть такая статистика энтропия, то есть это, в общем, энтропия, это самое деливое этого распределения, то есть, которое вот, мы рассматриваем вот эту диаграмму, как распределение, диаграмму распределения, мы считаем его энтропией, можно строить такой вектор, например. А это без этих самых, без разделения по частотам, прям сырые? Вот у нас была такая вещь, что у нас тут тоже человек из Сбербанка принес свою модель, где он действительно делался такими вещами, как разделение по частотам и так далее, ну, мы добавили вот к ним вот эти топологические признаки, то есть, и получилось улучшение его модели, причем, там, долго над ней вроде бы колдовал, я по родности не знаю, у меня модель есть, где вот она выложена у нас, вот этот доступ уже внутри ее инвестия, то есть внутри нашей группы, и это делал уже, как бы, магистр, вот он совмещал вот эти топологические признаки, которые я, уже посчитал, написал библиотеку для их подсчета, и он добавил их вот как раз вот этим. А вы это, а вы это где-то опубликовали? Нет, не опубликовал. А вы это, это секрет? Секрет не секрет? Нет, конечно. Ну, пока я работаю, да, то есть. Ну, хорошо. А напишите мне куда-нибудь контент. Да, я вас, я вас приглашаю на наш семинар, вот он проводит, я хотел сказать, что он в Школе экономики проходит вот с 2018 года, и в принципе я там тоже черпаю знания. То есть вот там можно вам будет не рассказывать вводную часть, сразу прийти. Он онлайн? Сейчас, да, он происходит в том числе в онлайн. Великая сила зума. собственно. А как вы меня приглашаете? Приглашайте всех. Приглашайте, а пригласите, пригласите, мне кажется, что-то много кому будет интересно. Да, конечно, можете зайти на страницу, поищите, я напишу, ссылку пришлю, и вы можете заходить. В общем, как-то надо добавиться в список рассылки, чтобы вы получали рассылку о происхождении, прохождении семинара, и можно, да, если вы интересны с темой. А давайте вы напишите мне, а вы можете мне написать имейл, я вам напишу письмо, и потом расскажу ребятам. Да, конечно, давайте. Скоро маршрут будет. Ну да, просто чтобы письмо приходило как бы людям, им нужно, да, желательно с ними добавиться в список рассылки, да. Ну, вы можете передрисовывать. Паша, то есть обычно приходят за два дня. А ладно, а с FMRi вы что делали? С FMRi, собственно, да, такая же вещь. То есть вы тоже ждали? В общем, я начал, на самом деле, с FMRi, то есть TIG добавилось совсем недавно. А с кем вы, с FMRi это делали? В FMRi у нас есть группа в Скалтехе, которая вот занимается как раз анализом FMRi. И как получилось? Еще раз. И как получилось? Ну, на FMRi, к сожалению, результаты не такие воодушевляющие, да, как... А на чем вы делали? У нас был набор данных, которые нам принесли из, то есть партнеры, из больницы, и дальше мы уже используем открытые данные. Не очень получилось, да? Не очень по сравнению с чем? Извините, я на две минутки тоже, наверное, хорошо. Во двор заехать проблематично. То есть, если только за машиной, да, у меня нету... Олег, давайте подвозь с этим без звука. Нет, мы просто с одним. Ну, да. Ну, там обычно встают у самого шлагбаума, там вмещается. Вряд ли он слышит. А я нашла, как его выключить. Да, да, организатор может выключить. Саша, ну, про Лина, я не знаю, мне кажется, что этот, мы можем... Ну, во-первых, спасибо большое, очень интересный, вдохновляющий доклад вообще, прям, я так слушал, не отрываясь, прям, вообще просто супер. Вот, ну, если еще есть вопросы, пусть это как-то продолжается, пока само не угостим. Ну, да, ФМРТ, если вы спрашивали, с чем, там самый простой способ, он будет строить матрицу расстояния между временными рядами, и самый простой способ это просто взять верхнюю треугольную часть, потому что она синтетична, зачастую, и применить какую-нибудь там, ну, простую нейронную сеть, и она, правда, переобучается достаточно сильно, но в том числе в литературе люди все описывают, что вот State of the Art получается на простом персептроне, собственно, многослойно. То есть сейчас ФМРТ простыми персептронами? Ну, в смысле, ФМРТ вот для такой модели, где мы строим граф коннективности, наверное, может быть, для такой модели. то есть если у нас... В общем, это для коннектомов, для которых вообще никогда ничего не получается. Ну, да, да, то есть там данные шумные, во-первых, плюс они очень сильно зависят от аппарата и так далее. Потом там эти корреляционные матрицы, вообще их можно посчитать, как попало. Ну, да, собственно, да, базовые, что получается, 90% в культуре описано, опять же, мы берем корреляционную матрицу, и мы что-то из нее делаем. Да, и рассматриваем ее разные признаки, как этого графа, или вот просто берем корреляционную матрицу и ведем ее, собственно, вытягиваем вектор. Но показано, что, собственно, там смесь вот этих топологических признаков с какими-то базовыми признаками, которые описывают этот функциональные графы, то есть можно посчитать разные статистики для графов, то есть там какие-нибудь степени вершин, там центральности и так далее, там можем посчитать спектр операторов планса такого графа, и они дополняют друг друга, мы тоже такое проводили исследование, что корреляции между такими признаками очень, ну, высокая, то есть дополняют друг друга. Ну да, я тоже пыталась там что-то с ними делать, ничего не не хочется. Афгаз Америки прорываются по низкочастотной связи тропосферной. Это кто? Кого надо выключить? Шпионы, шпионы. Это Валеру? Валеру я выручу. Валеру. Да, хорошо, я вот сейчас я прислаиваю вот ссылку в чат тогда, где чтобы вышкинский семинар. Лучше в этот, ну, не сюда, потому что зум потеряется, а в этот. Анвар обещал, что чат тоже пишется куда-то. А, ну, окей. Вот. Ну, просто можешь сразу по ссылке пройти, а в Телеграме, к сожалению, не знаю, куда заходить. А, понятно. Я перепощу. Я нашел в каком-то нашем тоже мы знаем чате ссылку на этот семинар буквально сегодня. О, этот сайт ХСЕшные. Понятно. На русском там вся информация. На риском, к сожалению. Надо найти, где подписка. А подписка нужно написать от менеджера на почту. Да, да, я помню. Ничего себе, какой длинный путь. Мы в свое время пытались его исправить, но у них закончилась эта инициатива руководства, и на этом все развалилось. Хотя идея была хорошая, понятно. Да, у них именно менеджера надо писать. У них нет простых форм подписок. Да? Ну, ручной контроль. Проверка на... Нет, просто не реализовано. Они никак не дошли руки. У них огромный сайт, огромный ресурс, и, в общем, там некому этим заниматься просто. Хорошо, ладно. Ну, у нас теперь есть почта менеджера. Куда-нибудь ее себе надо писать? Ну, это только на этом факультете имею в виду, что это не общее. Или что там? Курс там, лаборатория, да, на этой лаборатории. Ну, наверное, все, я так понимаю. Люди разбегаются. Ирина, все-таки... По-моему, если Олег не убежал. Нет, Олег еще вроде не убежал. Я хотел спросить про размерность EKG-диаграмму. Просто сказал, что мультиразмерная, и я что-то удивился. Какой там не одномерный процесс? Там же много каналов. Просто много, собственно. Да, да, да. Не EKG, а EG. То есть, там... EG там... Сколько датчиков, столько каналов. Да. А если еще отдельно, а если еще отдельно дробить по полосам, то... Я понял. Можно их сделать много-много. Просто закрыть. Спасибо. Я не знаю. Все-таки вот со сложностью. То есть, вот 300 точек и... Ну, больше... Не, я не знаю. На самом деле, я брала большие картинки там, и все было с ними нормально, но с картинками там считается только нулевая и первая размерность. И вот эти вот там нету задачи построить большие ну вообще... Только клеем квадратики и ищем в них дырки. А с... С этими симплециальными комплексами, ну, с точками, там можно уже симплексы каких угодно размеров считать. И, в общем, у меня... Я же не реализовывала сама ничего, но когда... Дальше, чем два, то есть дальше, чем... Нет, треугольники и войды я еще разрешала. То есть три я не уходила никогда. Ну, а это как параметр вот для этой процедуры, которая считается в питоне, как ты говоришь, посчитай мне нулевые и первые. Ну, я считала в Айрэне, и я говорила, посчитай мне нулевые... Нет, я говорила, посчитай мне то есть в этом самом... с точностью до двойки. Ну, и я считала... Ну, у меня просто не было размерности больше, чем 200, вот, поэтому я считала их для 200. Ну, и это тоже было не быстро. Ну, там ты смотришь и, не знаю, секунд 30 ждешь. Так это быстро. Ну, если у тебя... Ну, если у тебя их очень много, то уже не быстро. Если у тебя их 10 миллионов, это очень... Нет, 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 нет. Кубические комплексы быстро. Ну, и то тоже. На самом деле там вообще нет ничего быстро, вот. Но это еще зависит от того, что у тебя там есть. В общем, я не знаю. Я не смотрела. Там, может быть, за два года они уже научились что-то делать быстро. Это надо посмотреть прицельно картинки, что получается. Ну, вот у нас... Вот Слава у нас делала этим Морсес Мейла. На самом деле он там писал, он не стал пользоваться вообще никаким софтом и написал все сам. И у него одна магнитограмма, она у нас 2000 на полторы. И она там какое-то время считается. На плюсах? Нет, он делал в питоне. Ну, тогда это пару секунд на плюсах. Ну, я не знаю. Не, ну смотря как. Смотря какие... Если на чистом питоне, то это, конечно, было бы уже очень печально. Сейчас, а кубические комплексы они считают нулевые, первые... Ну, кубические комплексы для картинок. Ты берешь, разбиваешь на все на квадратик. Для обычного датасета, датаклауда нельзя применять. Не то, что нельзя, а это не нужно. Вот у тебя есть данные, и ты для них что-то... Для них используешь тот инструмент, который подходит. Вот у тебя есть пиксели, они квадратики. Ну, и ты используешь естественное представление в виде квадратики, могут сливаться друг с другом. И в них может образоваться, когда они сливаются друг с другом, может образоваться дырка. Вот, ты можешь это все дело считать и смотреть, как они там сливаются, когда дырки исчезают. Ну, и смотреть это по собой. Да, спасибо. Расставьте по двери, пожалуйста. У меня все оплачено. Это надо Олега... Да я его уже выключала, но он как-то включает снова себя почти сразу же. И поэтому у тебя там, когда квадратики еще в домик могут сливаться, там неоткуда больше браться более высоким размерностям. Там, в принципе, все достаточно быстро, но если картинка большая, то тоже не очень. Но я... То есть если дата-клауд, то это не подходит. Ну, облакоточек, да? Я, если дата-клауд... То есть размерность гомологии не может быть выше, чем размерность пространства. Если вот наша вот эта облакоточка, оно вложено в какое-то, может быть, пространство высокоразмерности, например. Там могут образовываться высокоразмерные гомологии. А если у нас действительно эта картинка, если она двухмерная, то, естественно, там могут существовать только двухмерные и первые размеры гомологии. То есть я... Плюс я еще хочу добавить, вот... Ну, это... Правда, это очень такая исследовательская тема. Сейчас есть, ну, для ускорения вычислений и упрощение комплексов, то есть упрощает на лету, плюс вот этот софт, который для вычисления облаков точек, он использует вот упрощение вот этого комплекса. Какой софт? Рипсер? Да. Он использует как раз упрощение комплекса, то есть он как бы упрощает вот этот... вот эту дискретную структуру комплекс, не меняя его в гомологии, на лету. Плюс это тоже... Это можно делать и, так сказать, с кублическими комплексами. А у Рипсер сейчас есть даже браузерная версия. Ну, да, да. Он, по-моему, у меня... Ну, да, я видел таком, по-моему, там сразу было написано в таком виде. То есть для демонстрации, так сказать, технологии. И плюс еще можно... Ну, во-первых, вот есть для ускорения вычислений... То есть тоже я столкнулся со скоростью, хочется побыстрее. Собственно, вот есть... Первый путь идут по упрощению комплексов, которые упрощение не меняет их гомологии. То есть стягивает... То, что стягивается. То есть получается, мы можем какие-то участки наши стянуть в точку, и наши, например, дырки, они останутся. Это раз. То есть это работает и для облаков точек, то есть где мы строим вот эти комплексы Витодиса-Липса, и для кубических комплексов. Плюс, ну, это еще более сильная исследовательская тема, где действительно есть теодема Майера-Витодиса, которая говорит, что мы можем разбить наш комплекс на пересекающееся множество, пересекающиеся подкомплексы, и посчитать все гомологии их в отдельности, а потом, используя эту теодему, посчитать гомологию полного, полного множества. Ну вот, тоже по этой теме ведутся, так сказать, исследования. То есть там первая статья была в 2011 году, и сейчас я узнаю студента, там, в Англии учится, который работает вот как раз на такой вещью, это, да, для подсчета, быстрого подсчета гомологии. То есть непонятно, может быть, как иногда разбивать наши точки, и, ну, в случае для картинок, это, наверное, более понятно, как подразбивать. Ну, в общем, я хочу сказать, что, что возможно было, так сказать, недоступно по скорости сегодня, будет доступно по скорости завтра. А для каких архитектур это вот разрабатывается? Потому что для... Вы имеете в виду что? Ну, вычислительные. Ну, там, не знаю, для процессора или для ЦПУ, ГПУ. Ну, вот хочется еще раз сказать, что вот этот... Что-то можно ускорить на ГПУ, что-то можно распараллелить. Но вот базовый алгоритм вычисления гомологии, там используется, короче, переведение матрицы к верхнему, ну, к треугольному виду, то есть там варианты гауссовского, гауссовского алгоритма. И там, правда, тоже недавно я прочитал, что там что-то можно распараллелить. Ну, то есть она, я понял, она не подходит для... Очень, да, не все. Поэтому, да, он... Пока возьмем, что он, так сказать, параллелится, но не на десятки, там, тысяч процессоров. Параллелится сейчас. Показано буквально в статье, там вышло такое абстракт на две странички, по той страничке делать рассказы, что мы распараллили, вот это, опять же, вот вычисление, переведение такой матрицы, там на 8, там 16 процессоров, вот больше уже смысла нету, потому что все съедает и выходит. То есть, но можно некие многие вещи действительно выложить, вот это стягивание такого комплекса, вот есть и Ripser, я говорил, софт, а есть Ripser++, вот этим летом китайцы из Огайского университета, они выступали, и они сделали там вот, собственно, вот в этих комплексах Ripsa, там вот этих, какие-то симплексы, которые можно стянуть, на самом деле 99,5%. И вот это все можно приложить на ГПУ, он ищет такие симплексы, которые стягиваемые, но они дают на диаграмме точку, которая находится, то есть эти или бары нулевой длины, или точки, которые находятся на диагонали, диаграммы, то есть от них можно избавиться, то есть вот они как раз стягиваемые, потому что они ничего не вносят в диаграмму. В общем, как только это станет быстро, можно это... Да, вот самый быстрый софт для вычисления топологии блоков точек это Ripsa, и плюс вот эта версия на ГПУ, которая параллелит какое-то там упрощение этого комплекса, Ripsa плюс-плюс называется. Но Ripsa не умеет возвращать этих... Ну, там что-то, в прочем, он умеет, но да, вот мне было нужно тоже представителей, когда он не умел, собственно. А так он сейчас умеет? Ну, я его... По-моему, умеет. А мне кажется, что там, в принципе, он вообще теоретически не должен это уметь. Так, ну, тут я, да, и тут я до конца в нем еще не забирался. Вот. Я... А что... А чем пользовался для представителей циклов? Представителей циклов? Ну, да, я знаю, один у меня тоже есть студент, которому тоже это нужно, а вот он Ripsa пользуется, я бы рекомендовал. Чем пользуется? Ripsa пользуется, да. То есть ему нужен представитель циклов. И, собственно, он на него смотрит, да. Ну, да, я... Все-таки, подождите, вот нулевые гомологии быстро посчитать или не быстро? Ну, если у меня многомерный вход, не картинка. Ну... Ну, там, размер тысячу, я не знаю, 10... Да, у вас вам нужно просто построить граф, собственно. Вам не нужно искать клики. Если вы построили граф, вы готовы считать одномерные, то есть нулевые гомологии. Ну, это быстро будет или нет? Вам нужно вот посчитать все расстояния между точками. Окей, ну, KNN, граф достаточно быстро строится. Ну, вот, да. Это зависит от сложности вот этого алгоритма. Если вас... Если расстояние считается быстро, то тогда быстро, я не знаю. То есть... Если я хочу посчитать, ну, вот, все-таки в какой момент тогда у меня сложность вычисления N-ной гомологии превратит сложность вычисления... Когда комплекс начинаем считать... Да, чтобы вам нужно посчитать какую-то гомологию, нужно вот нулевую, да, нам нужно найти все симплексы размерности выше на единицу. То есть симплексы размерности выше на единицу... Все соединить отрезочками надо. Это... Да, это ребра. Если вам нужно посчитать одномерные гомологии, вам нужно найти все эти угольники. А если двухмерные, то есть, то нужно уже считать пирамидки. На четырех кликах симплексы. На четыре крыши надо. Чтобы войды посмотреть с рукавами. то есть, вот, нужно просто переборный алгоритм, который это считает. Ну, окей, хорошо. Ну, то есть, вот, даже если 20% большой, то вот эта матрица расстояния, она на Тони быстро сейчас считается... Она быстро считается, а клики размера 2 и 3, например, уже дальше? давай становимся, допустим, на нулевых гомологиях. Я правильно понимаю, что мы, значит, можем построить по ним вот эту диаграмму персистентности, да? Нулевую, да. Да. Хорошо. Вот у меня есть два дата-сета, я по ним построил две вот эти диаграммы. Дальше, вот, что мы делаем? Ну, а дальше, дальше, смотря какая у тебя есть задача, если ты хочешь это дополнительно как вектор признаков какой-то, какой-то задачи своей, то ты ее векторизуешь как-то. А векторизовать как-то можно уже разными способами. В принципе, красивая история с персистентными изображениями. Олег считает энтропию. Да? Я правильно поняла? В том числе, да. Вот. Можно считать всякие разные распределения точек. Ну, уже что-то. Можно считать расстояние, метрики там, расстояние Вассерштейна есть между ними. Ну, что-то уже там, что-то надо уже дальше посчитать. То есть, да, у вас есть данные, вы посчитали из них вот это топологическое представление, которое описывает эту топологическую структуру на множестве масштабов в персистентную диаграмму. И дальше вы хотите, например, решить задачу классификации, вы должны сравнить, например, диаграммы между собой. Или это раз, можно подпочитать их расстояние между ними, это решать за квадраты можно времени. Можно их векторизовать, эти диаграммы. Существует достаточно много разных способов. Базовые — это персистентные изображения, так называемые. Персистентные кривые и еще часто встречаются ландшафты. Ландшафты, да. Но на самом деле все это одно и то же. То есть, это только... Ну нет, ну ландшафты и изображения, это вообще, мне кажется, все-таки разные вещи. Одно дело. Собственно, мы каждую точку в диаграмме свертываем с каким-то ядром. То есть, если в изображениях мы свертываем с галстовским ядром, в ландшафтах мы свертываем с треугольным ядром. Треугольничьим. И плюс, если мы персистенные изображения делаем на плоскости, то в кривых, вот этих ландшафтах и персистенных кривых мы это делаем на число прямой. Вот и все. На чем я не расслабляю? На число прямой. То есть, это они одномерные функции. То есть, на самом деле, это функция. Мы превращаем диаграмму в функцию, и после этого можно сравнивать функции между собой. То есть, мы можем просто вычислить в каких-то, по какой-то сетке и получить вектор, чтобы... Вот. Мы диаграмму превращаем сначала в функцию, а потом мы превращаем в вектор, вычисляя эту функцию по сетке. Вот вся эта мудрость. Это, кстати, забавно, то, что вот мы сейчас обсуждали последние минуты вот эти вот. Это кто-то из ребят во время чата спросил, типа, и что у нас? Кто-то еще вручную эмбеддинги делает? Ну, по сути, это такой вот Это Тимур спросил. А? Тимур спросил. Ну да, вот делали вручную до прошлого года. В прошлом году вот люди написали статью Перслей, и там делают это не вручную. А, ну и плюс до этого были где-то в 17-м году начались появляться, ну, появляться. Ну, Перслей просто, да, обобщили как раз вот это, то, что я рассказывал, что вот изображение... Перслей? Изображение, ландшафт, это одно и то же. Вот они там и показали, что это одно и то же. Да, напишу в чат еще раз. А напиши ссылочку. Перслей, Перслей можно искать. Neural Network Layer for Persistent Diagrams. Да, это можно искать на... А, я видела, наверное. На архиве, конечно. Да, да, я видела. Видела, видела эту работу. К вам вопрос. Вот в слайде проскочил там один момент, где... Ну, то есть обычно, когда мы работаем с такими вот штуками, то чаще всего говорят о том, как симплексы стягиваются, как области связности соединяются и так далее, и так далее. Но очень редко работают с дырами как таковыми. То есть я имею в виду, что когда вопрос ставится, а как наш граф выглядит, если на него сверху натянуть вот такой вот альфа-комплекс или как там сказать, если на него сверху натянуть оболочку. То есть вот есть что-то такое, вот может вам попадалось или вот со стороны, то есть смотреть не... как это вот выразится, не комплекс-центрик, не комплекс-центрик view, да, а именно void-центрик. Вы понимаете, что я имею в виду или не совсем? Ну, смотрите, вот то, что вот всем у нас делалось, да, у нас есть вершины, у нас есть соединение с ними, и мы обсуждаем, как эти вершины связаны, да, вот мы обсуждаем эти комплексы. Так? Есть какой-то взгляд или подход, где, как бы сказать, все стартует не с комплексов, да, а все стартует именно с пустот. То есть, по сути, например, надувается... То есть вот я видел слайд, я не помню, какой это был. С альфа-комплексом? Когда мы были... Или слайд за ним был. Там надувались дыры. Там еще у тебя были... Красненькие? Да, 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 да. Там был, короче, слайд. Это единственный слайд, я очень... Что хочу сказать, что это очень редкая история, когда пытаются работать, ну, то есть подходить к топологическому задаче не со стороны симплексов, как главного объекта, а со стороны дыр именно. И это очень забавно и интересно, на самом деле и странно одновременно, потому что большинство графов, с которыми мы работаем, они являются локально связаны, то есть их матрица связанности, она является спарс, ну, разряженной, да? И поэтому вообще, на самом деле, зачастую можно просто спросить, а как грубо выглядит оболочка моей матрицы, да, связанности? То есть как выглядит мой граф, если из него выкинуть... То есть как он выглядит извне, с самой удаленной пустоты? Я вот ничего такого практически нигде не видел. То есть вот мне, когда самому такое нужно было, я заметил, что все работы стартуют с симплексов, они эти симплексы как-то деформируют, они их объединяют, но они идут всегда с одного конца, то есть стартуют. Понимаете, что я говорю, да? Нет? Собственно, вопрос, видели ли вы работы, где центром является воиды, пустоты, дыры, и они стартуют оттуда. Вот, точка. Воиды, пустоты, дыры. Ну, вот смотри на диаграммы один, два. Нет, нет. Это комплекс-центрик взгляд, да? То есть ты стартуешь с комплексов, а потом уже когда-то добираешься до дыр. То есть у тебя основным элементом алфавита, да, и основной... Но у тебя же дыра должна быть в чем-то, как ты поймешь, что у тебя дыра, если она ничем не ограничена? Ну, вот смотри, допустим, если у тебя граф на юфлидовом пространстве, да, то есть у тебя изначально есть, вот как, например, это у Олега, да, то есть есть точки, которые у нас имеют четкую геометрическую привязанность, вот, из того, что у нас вот вводится какая-то метрика, например, Евклидова, и у нас эти точки объединяются. А теперь представь себе ситуацию, ты берешь точку далеко за твоей графической областью и начинаешь надувать шар извне. То есть ты как бы в этом случае стартуешь вообще без вершин, без ребер, да, ты просто говоришь сначала, как я могу извне ограничить свой граф. Какую задачу ты решаешь? Ну, у меня конкретно была задача. Как запутать всех нас? У меня была прикладная задача два года назад, мне нужно было описать количество, то есть описать пустоты, но описать их не тыкая в граф, а геометрически, да, то есть мне нужно было сказать, географически у меня вот тут пустоты или квази-пустоты. Понимаете, что я пытаюсь сказать? Нет. Вот у тебя есть граф, который, ну, результат измерений твоих. Зачем тебе нужна абстрактная точка вне этой структуры? Что ты хочешь этим способом получить? То есть, во-первых, что я хочу этим способом? Первое, например, что я хочу, это найти, например, две самые большие дыры в график, точка. Или три самые большие дыры в график, точка. Вот такая простая задача. Или другой вопрос, да? У меня был, например, вопрос, как выглядит, как это называется, выпуклая оболочка, натянутая на граф, только без учета там слабосвязанных вершин, то есть изолированных вершин и вершин, имеющих там... Ну, то есть понятно. То есть у тебя есть определенная объемная структура, которую ты из макрообъекта превращаешь в микро, значит, затем ты с какой-то точки измерения начинаешь ее щупать снаружи, вот увеличивая, захватывая какие-то точки, находящиеся внутри этого графа. Правильно я понимаю? Тебе нужно, откуда-то, ну, увеличив масштаб, посмотреть на объект исследования. А чем тебе не нравится альфа-комплекс и альфа-форма? Вот у тебя выпуклая оболочка. Честно тебе скажу, когда я впрямую попытался использовать, то я просто закопался в вычислительной сложности, да, то есть для небольших графов, там, порядка, не знаю, там, да, даже еще, может, до тысячи вершин у меня там что-то считалось в тесте, а когда я перешел графом 300 тысяч, все захлебнулось. Ну, то есть мне нужно было там серьезно бы оптимизировать, там, потратить, может быть, месяц или сколько там, ну, в общем, это то, что я не делал уже. Я просто плюнул и откинул. О, так у тебя вообще какие-то 300 тысяч, это ужас. А вообще, вы не устали еще? Мы еще не устали друг от друга? Не хотим прощаться? Я уже хочу. Я тоже. Давайте договоримся на понедельник. Я предлагаю лекции смотреть, потому что мы... Там осталось-то немного, надо добить их, мне кажется. Ребята, давайте чередовать. Ну, хоть да, потому что, ну, что там... Я не могу в понедельник, у меня в понедельник занятия. Я их не могу пропустить, я их провожу. Мы запишем тебя. Запишите мне? Да. Это так неинтересно. Ну, тогда к Александру вопрос. Пусть и Саша организует. А когда ты научишь нас делать графовые свертки? Ну, научу, да. Надо сделать просто, понимаешь, как бы... Это работа руками, это же не слайды делать, как бы слайды легко рисовать. А какие-то определенные графовые свертки или что? Да, да. Хотелось показать архитектуры, архитектуры разные, как... Не графовые свертки, а как вообще организуется нейронная сеть для графов. Потому что в лекции вот то, что рассказано, оно очень-очень... Куца. Мелко, куца, очень-куца рассказано. А там очень-очень интересно много всего, короче. Мелко, куца. Продолжение следует...